Всем привет друзья, вы на канале Шедлигровые миры, меня зовут Дмитрий, Кракен Академия приглашает всех абитуриентов вступить в ее ряды и я поступил. Не знаю как, не знаю зачем, не знаю почему, но меня приняли. Говорили, что лучше не учиться в этой академии, потому что есть шанс умереть, но я думаю из-за чего, из-за кракена, который висит на крыше этого учебного заведения. Не знаю, сейчас будем разбираться, давайте посмотрим, что там за опасность это в этой кракен академии. В игре будут мини-игры, хотите выбрать легкий уровень сложности, вы можете изменить в настройках в любой момент. Ну выберем обычный, посмотрим. Что за мини-игры? А это собственно я еду в эту академию. Хватит уже жаловаться, тебе там понравится, просто надо привыкнуть. А, понятно, мам, спасибо. Ну не понимаю, почему ты разрешила Наде записаться в самый крутой кружок? Сразу видно, кого из нас ты любишь сильнее. Неправда, я вас обоих люблю одинаково. Просто каждому своё братец. Это сестрица наша, типа, да? Угу. У неё, видимо, условия обучения будет немного лучше. А вот и, собственно, мы с мамой вместе. Удачи в новой школе, мои хорошие. Угу. Понятно, я без слов. Ничего-ничего, ты ещё поймёшь, как тебе повезло, когда станешь постарше. Ну, я поехал. Пока, мамуль. Чё-то Надя сильно весёлая у нас, мне кажется. Чё она такая весёлая? Академия опасная. Там, кстати, вон автомат блестит. Да, Надя, ты чё-то хочешь? Блин, лучше бы тебя в другую школу отправили. Да я с радостью бы в другую ходил, а не в эту, а в стойную. Ладно, хорошо, хоть мы тут почти не будем видеться. Я за пределы дам кружка не ногой. Угу. Туда беру только богатых и красивых. А ты и не то, и не то. Такому отбросу, как ты, там не место. Ладно. А где ж мне место-то? И куда мне идти? Так, Надю проводили. Я не удивлюсь, если никто не захочет с ней общаться. Так вот ты какая школа, Кракен. В брошюре ты как-то посимпатичней, что ли, изображена. Почему такая разруха? Ладно, книгу по обложке не судят. Может, не так уж, что ты плохо. О, это кто, ректор? Хи-хи, бомж-чел. Че-то на бомжа мне везет в последнее время. Смотрите-ка. Этот чел спер у меня телефон. За ним гонится Николай. И везде че-то Николай есть во всех играх у меня. Не знаю почему. Слышите, никаких драк на территории школы. Шпана. А это тренер Костова. Шпана. Так, я, наверное, поеду домой. Тут что-то уже машина горит. Сейчас взорвется. Брокколитян. А-а-а. А-а-а. Форма как у меня. Ты тоже из мускружка? Бежим скорее. Занятие уже началось. За мной. Так, подождите. Там же кого-то бьют. Машина горит. Может, помочь нет? Кого мы еще встретим в первые 15 минут пребывания в школе? Это что сейчас было? Первый день. Значит, это основное задание. Идти бежать. Ха. Что такое? По-моему, она пошла не сюда. Ребят, вам помочь? Я не хочу опоздать на урок в первый же день. Они сами разберутся. Да, они сами разберутся. Но, по-моему, там серьезная драка. Особенно после того, как тренер туда ввязался. Ладно, пойду туда. Тут вот надпись. Четко и понятно. Сюда не ходи. Хорошо, пока туда ходить не буду. В первый день. Во второй обязательно схожу. Фух, мы выбрались. Да что ж ты так плетешься? Добавь меня в друзья в Кракене. А то вдруг завлудишься. Все, побежали. Охренеть можно. Брукалитян. Любит играть на барабанах. Не любит думать о бывшем. Теперь в Кракене. А персонажи? Худ кружок 0. Драм кружок 0. Муз кружок 2. Брукалитян. Спорт кружок 0. Штат 0. Брукалитян. Рост 74 сантиметра. Возраст 16. Знаешь, зодиака стрелец. Любит играть на барабанах. Думать о бывшем не любит. О себе этот неловкий момент, когда ты машешь кому-то, а он тебя не замечает. Ого, сколько друзей. 1024. Подписчики 324. Ну ладно. Никого не смущает, что нас броккали ведет на первый урок, нет? По-моему, даже драка тренера с бомжом каким-то нас не сильно расстроила. Это что такое? Я не хочу никому звонить, а маме, чтобы вытащил отсюда. А, это персонажи. А это что такое? Это задание. Побочные выполнены и остальные. Хорошо. Что внизу? К озеру. Нет, к озеру не пойду. Тут лягушка какая-то. Там, наверное, еще сложнее ситуация, да? Вода вся грязная и вонючая. Ну ладно. Грязная и вонючая, как скажет. Куда мне идти? Вверх или... Я просто боюсь быть избитым в этой местности. А это куда? К заброшенному общежитию. А это кто? Жители общежития? Козы не дают вам пройти. По-моему, они пока никуда не уходят и не собираются. Ладно. Интересно, моя сестра уже устроилась, да? Я вижу. Один я, как обычно, не могу со своим галстуком никуда попасть. А там что, тюрьма, что ли? Вы подходите к воротам и слышите громкоговоритель. Приветствуем. Это охранная система школы Кракен. Доступ запрещен. Пожалуйста, предъявите карту для подхода на территорию спортклужка. Ладно. Когда придет время, предъявим. Все есть, все работает. Здрасте, а это кто? Не так быстро, парень. Туда можно только ученикам драмкружка. Так у меня сестра там. Мне надо предупредить, что здесь опасно. Ну ладно. Нет, так нет. Пошли тогда через мост. Похоже, мы здесь, да, обитаем. Да нет. Вы подходите к воротам и слышите громкоговоритель. Приветствуем. Это охранная система школы Кракен. Доступ запрещен. Пожалуйста, предъявите карту худкружка. Там драмкружок, там худкружок. А я куда? Первый день. Следую за брокколитян. Сегодня мой первый день в школе. Кракен. Не опоздать бы на занятия. Ладно. Сделаем. Сохраняйтесь, я так понимаю, автоматически. Да, абсолютно. Музыка прекраснейшая. Нам, наверное, сюда точно, да? Хм. По-моему, она пошла не сюда. Да вы издеваетесь. А куда ж мне идти-то? Что-то по центру, что ли? Да когда примитивно идти по центру. Да, придется по центру идти. Мне сюда можно? Тут музкружок. Хочешь туда попасть? С тебя 10 тысяч шлатинок. Это что такое? Шлатинки. Ну, ну это все мои подарочные деньги за последние 10 дней рождения. Не понял, парень. Ты на занятия попасть хочешь или нет? Давай поспорим. Может, поморь дадут. Далее. Не буду я столько платить. Я вообще не хочу здесь учиться. Как знаешь. Значит, на улице торчать собрался? У бомжа в пещере наверняка найдется для тебя местечко. Успокоиться. Не хочу жить с бомжом. Ладно. Действует как пропасть на учебную территорию музкружка. А 10 тысяч монет. Охренеть просто. Ну ладно, давайте. Мне что надо куда-то идти. На образование ценник не вешают. Нужно будет что-то еще. Ищи меня к югу от рынка. Увидимся. Какой таинственный молодой человек. Ну и обдираловка. Стикс. Любит татуировки. Не любит конкурентов. Не проходите мимо моего черного рынка моего. А то я знаю, где вы живете. Это мафия местная. 28 лет. Видимо, он давно здесь учится уже. Это охранная система школы Кракен. Пожалуйста, предъявите карту музкружкам. Ну вот она, пожалуйста. Спасибо. Доступ разрешен. Ваш фоторобот сохранен в базе данных системы распознавания лиц. Дальнейшие ворота будут идентифицировать вас автоматически. Стоп, я на такой не подписывался. Ой, отлично. А что вторая половинка меня не идентифицирует, а? А где тут камера вообще? Я только вижу железные ворота с колючей проволокой. А сюда можно, нет? Ладно, пошли. Музкружок. Ну и школа у вас, я вам скажу. Как на свалке оказался. Ну-ну. Ну-ну. Надо же на лавочке не посидеть. Ну ладно, разберемся дальше. Брокколи, куда идти? Похоже, только я тебя вижу, да, в этой школе? Брокколи, тян. Эй, сюда. Отлично, туда так туда. Сейчас бегаем. Так, люди, я сейчас чуть-чуть музыку убавлю, но это невыносимо. Она, конечно, классная, но не настолько. Так, хоть чуть-чуть ее приглушил. Она такая парадная. Смотрите, я уже кучу дерьма нашел. Только в школу пришел уже, во что-то вступил. Шит за куча-то такая. Не знаю, но запомни ее. Я думаю, она нам пригодится. Возможно, там лежат деньги. Но, возможно, и нет. Я хочу осмотреться пока. Я не хочу идти сразу в школу. Тут много мусорных баков на территории школы. И вот еще что-то валяется. Что-то такое валяется. Тут, собственно, одни мусорные баки и какой-то дом. Что-то за дом. Общежитие мус-кружка. А, мы там будем жить. В этом сарае, да? Ладно, будем жить. Хорошо. Ну, давай посмотрим, что здесь. Тут у нас первый урок должен быть. Блин. Это школа для этих, кто попал в ад. Для подростков за мной. Мы почти пришли. Брокколи какой-то. Что за брокколи? В вашем мире нормально, что у вас бегают всякая еда и вам приказывают, что делать, нет? А это что такое? У нас нет денег. Так, снековый автомат. Вас приветствует автомат со снеками. Сохранямка от компании Сохраням. Теперь с натуральными вкусами. Чего желаете? Купить сохранямку. Пожалуйста, подождите. Сохранямка вам не по карману. А это что такое? Пен? Что? Хорошо, что здесь есть хотя бы вода. Не мой ей руки. Они будут только грязнее. Вы моете руки в раковине. Так-то лучше. А что это такое? Это желтое, красное, желтое, красное. Тут... Ох, сортир какой страшный. А это что, бумага какая-то? На полу валяется смятые листы бумаги. Вы подбираете один. И хотя Моцарт внес огромный вклад в музыкальное искусство, так же дрепенно, как и к музыке, он относился только к уткам. Понятно, почему этот учебник разорвали. Нет, я могу сказать причину, почему его разорвали. Сейчас ты его эту причину увидишь за этой дверью. Что такое щупен? Не вступи там ни во что в соседние кабинки. Ладно, по крайней мере мы знаем где туалет. Какая-то книга с Моцартом. А что это такое? Старый фандомат. У меня все равно нет бутылок. Ты расстроился что ли? Ты должен радоваться, что у тебя нет бутылок. А тут что у нас? Щупен. Наверное не работает. Надпись, да, так переводится. Хорошо, что здесь хотя бы есть вода. Давай еще раз помыть руки. А можно постоянно мыть руки? Да, у меня растет настроение. Кто это? Ученик из мус-кружка. Это мой коллега. Интересно, а в туалетах других кружков такая же разруха? Нет, это только скрипачи так могут. Подожди, что здесь вообще? Ну ладно, я не буду туда подходить особо сильно. Ну ладно, я нашел уже второй туалет. Это уже лучше, чем ничего. Что это такое? Пригодится. В инвентарь добавлен предмет бинт. Ну в этой школе, да, неудивительно. Он точно пригодится. А зачем мне бинт над головой? Бери его. А где мой инвентарь? У меня есть костюм, рука. Нет, руки нет. Форма мус-кружка, бинты побочные. Обычно они привязывают раны, но можно и как туалетную бумагу их использовать. Спасибо за подсказку. А где мой шкафчик? Ладно, что здесь написано? Репетиции по вторникам. Сегодня, надеюсь, вторник, потому что мне идти некуда. Заперто. Сегодня не вторник. Ладно. Может быть, понедельник? Ой-ё. Это наш класс, что ли? Ты тут же одни черти. Уф. Блин, учительницы ещё нет. Можно было так не бежать. А то, кто стоит в зелёном шарфике. В виде черепашки-ниндзя. Кто это? Ой. Мы же с тобой незнакомые. Как тебя зовут? Меня в этой школе ещё не знают. А значит, меня зовут. Я могу быть кем угодно. Надо придумать себе какое-нибудь клёвое имя. Ой, как же себя называть-то? Даже не знаю, какое имя выбрать. Постоянно выбирай разное. Получается всё время одно. Давайте так попробуем. Я Шед из Шедвеля. Выбрать, подтвердить. Всё. Окей, да. Фамилию писать не буду, хорошо? Шед! А что это за ангелочки? Слева и справа. Это мои спутники? Шед? Давненько я таких имён не слышала. Ну так вот. Муз-кружки я играю на ударных. А ты на чём играешь? Я пока играю на нервах мамы, но... Скромничать буду пока. Э-э-э? Ну, в детстве я умел играть на клавишных. Но не знаю, не разучился ли ещё. Ничего, ты быстро всё вспомнишь, я уверена. В нашей группе любой музыкант подойдёт. Кастадин. Вот тот парень в очках играет на бас-гитаре. А, этот парень, да? Ты только не задавай ему много вопросов, а то его потом не заткнёшь. Владимир Блондин у нас поёт. Он и сейчас, по-моему, поёт. Про себя, по-моему. Все девчонки от него с ума сходят. А он точно блондин? Кроме меня, конечно же. А ты девчонка, Брокколи, да? А, я юбку увидел. А, ты девчонка... А, и прическа, что у тебя зелёная. Хотя он симпатичный. Но он же блондин. А Симона, девочка в толстовке, с жирафом играет на гитаре. У нас группа будет очумечечная. Она моя самая лучшая подруга. Да понятно, потому что она здесь одна. Иногда она бывает слегка грубоватой, но... Ёбрюкей, Симона. Принесла приставку? Давай поиграем в битву ведьм, принцесс, пока училка не пришла. Кто этот пацан? Новенький, что ли? Только не говорите мне, что он заметит... Заменит прошлого прислужника Кракена. Чего? Прислужника кого? Что ещё за прислужник Кракена? Это типа тот, кто пляшет под дудку Кракена. А, через пару дней идёт в утиль. Тихо. Не пугай его, Симона. Всё это глупые слухи. Так вот. Насчёт приставки. Я её принесла, но она разрядилась. Шет, не поищешь для нас батарейки? И можешь заодно со всеми познакомиться. Так, задание есть. Первый день завершено. Новые друзья. Хорошо, как на неё смотреть? Отслеживать, вернее. Это побочное? Нет, это выполнено. Это основное задание. Надо найти батарейки для приставки брокколетян. И с другими учениками пообщаться не помешает. Ну, привет, жирафик. Отвали от меня, придурок. Пшёл вон. Симона любит жирафов, не любит тебя. Брокколетян заставила меня зарегистрироваться. Не надо ко мне добавляться. Да? Да я не планировал. Брокколи у нас маленькая очень. О, Владимир, всё-таки блондин. Эй, новенький, хочешь ко мне в фан-клуб? Нет? Нет, спасибо. Ого, парень, ты серьёзно? Будем считать, ты просто не успел понять, насколько я красив. Возвращайся, когда передумаешь. Он что, заигрывает со мной? Владимир любит своих поклонников, не любит, когда его игнорируют. Выкладываю эксклюзивный контент для любимых подписчиков. У него их 10 тысяч. Ладно, пока я к Владимиру не хочу в его фан-клуб. А кто это? Я думал, ты учитель. Кастадин. Новенький. Ты вот у нас здравомыслящий человек? Да. Круто. Наконец-то хоть у кого-то своя голова на плечах. А скажи, что ты думаешь о раскрученных производителях газировок? Ты знал, что они взламывают телефоны? И читают все наши сообщения? Причём здесь они? Да ты сам подумай. Это же гениальная конспирация. Кто вообще станет их подозревать? Констадин. Любит теории заговора. Не любит людей без своего мнения. Производители газировки промывают нам мозги. Читайте мой новый пост. Обязательно. Ладно, я всё равно не нашёл эти, кстати, батарейки. Вы ройте с книжной полки. Сколько тут разного добра, помимо книг. О, нашёл батарейки. Вы ничего с Япипсайко не находите в этой игре? Я нахожу многое. Лучше не надо. Ну, не надо, так не надо. Я нашёл батарейки, держите. О, ты нашёл батарейки? Когда найдёшь, выбери их в инвентаре и возьми в руку, чтобы передать мне. Понял. Ммм, батарейки. Я взял руку, передаю вам. Нашёл. Попробуй вставить вот это. Ой, спасибо, Шет. Я не думал, что тут есть хоть какие-то батарейки. Госпожа Петрова. Так, сели все собаки. Я госпожа Петрова, и я на своём уроке лодыри не потерплю. Поверьте мне, я таких заверстучую. А вы всё пахнете, как самые настоящие лодыри. Жёстко. Нельзя так с жирафиками. Когда-то я была оперная певица и выступала на большой сцене. А теперь учу всяких оболтусов вроде вас. Была у меня одна ученица такая же лентяйка, как вы. Совсем пропащая девчонка, пришлось её в лес отправить. И больше её никто не видел. Говорят, она теперь живёт с медведями. Надеюсь, вы не хотите такой же участи. С моряки и медведи, если весёлые, то можно и с ними, чем с госпожой Петровой. Итак, дети, давайте проверим ваши знания и посмотрим, кого из вас надо бы сослать в лес. Особенно интересно, подготовился ли сегодня новенький. Да, в первый день подготовился. Пришёл с гитарой. Или он у нас лодырь. Я только пришёл в эту школу, а меня уже грозятся оставить в лесу с медведями. У сестры мой денёк получше начался, я прям уверен. Первый вопрос. В какой тональности написано 13-е соната Бетховена? Во время нажимайте кнопку, чтобы повлиять на результаты диалога. Чего? Какая соната нафиг? Я в мусс-кружок не записывался. У меня какой-нибудь игровой, запишите. Постарайтесь по максимуму заполнить шкалу снизу. Чего? Круги сверху показывают, сколько раз нужно будет сыграть. А! Нажмите крест, когда прицел окажется в середине. Что такое крест? Понял. Хорошо. Нифига себе. Попробую угадать. Люди, а тут очень быстро. Бемоль, мажор. Правильно. Ты серьёзно? Следующий вопрос. Какая кличка была у любимой утки Моцарта? Хренеть просто. Дональд. Что, простите? Ух, чётко. Утя? Правильно. Последний вопрос. Ну, два из трёх я угадал. Меня уже не отправил к медведям, я надеюсь. Что сказал мне муж перед тем, как бросил меня? Он сказал Петрова, иди к маме жить. Ну, нормально, отлично. Наверное, ничего? Правильно. Он сделал деп и молча ушёл в закат. Очень хорошо. Вот твоя награда. Сто бутылок, все сразу не трать. Сто бутылок? А, не сдавать можно, да? Петрова? Мисс Маркова? Уоу! Сколько раз я просила тебя сюда не возвращаться? Чего? Уходи. Это кто? Это наш учитель? Петрова шипит. Это госпожа. Опа, она что, собака, что ли? Мисс Маркова, извините, ребят, госпожа Петрова у нас необычная особа. Да уж, вы лучше выглядите. Её 20 лет назад уволили, она всё равно приходит вести занятия. Походу, её не только бросили, ещё и уволили, да? Походу, бабуля того. Я мисс Маркова, ваш учитель теории музыки. На выходных я окончательно сбила себе режим сна. Встать раньше полудня мне тяжело, так что... Я немного вздремну, а вы пока поделайте какие-нибудь задания из учебника. Так это ж музыкальная школа. Вы серьёзно? Да не ори ты, жирафиха. Это я ещё не ору. Слон. Мне подойти и показать тебе, как я ору? Симона. Тихо. Дайте поспать. Симона. Эээ, слушай, брокколитян. Ась. Петрова дала мне тут бутылки. Где тут их сдать? По хорошей цене можно. А делать то, что с ними. Точно, ты же новенький. Короче, в коридоре стоит фандомат, я его уже нашёл. Он принимает бутылки и даёт за это... Шлотинки. Так мы заботимся о природе. Просто раньше наша школа тонула в горах пластикового мусора. То есть сейчас здесь даже чище? Да, намного. Сейчас это место сверкает чистотой. Вот как. Кстати, возьми бейсбольную биту. А зачем, если у вас хорошая школа? В инвентарь добавлена бейсбольная бита. Бей шкафчики и мусорки, там ты найдёшь ещё бутылки. Спасибо. Госпожа Петрова. Прогульщики. Основное задание. О боже мой. Она тоже в краке не добавилась. В молодости я была звездой оперы, а лодырём место в лесу. Подписчиков ноль, а друзей, наверное, накрутила. 67 лет. Не может уйти со школы. Так, тут ещё карта, кстати, есть. Смотрите. Собственно, карта у нас разворачивается в области, где мы... А нет, на озеро меня не пустили. Ну ладно. А что ещё тут есть? Побочное задание. Ну всё, тут, собственно, всё просто. Ладно, окей. Мне пойти бутылки сдать? Какое задание? Воспользоваться фандоматом. А можно с вами ещё раз поговорить? Клёво. Поиграем во что-нибудь. Она спит, наверное, да? Я просто хочу поспать. Ты же не расскажешь, директор? Мисс Маркова. Любит спать, не любит поп-культуру. 26 лет. Нет ничего лучше сна. Это как смерть, только приятнее. Ясно. Не школа, а какой-то цирк. В этой школе вообще ничему не учат. Так, подождите. Мне сказали бить шкафчики. Я нашёл ещё 9 бутылок. На полках полно книг по психологии, семейных отношениях. То есть, никого не смущает, что я ломаю мусорки, нет? Ладно. 67. Что, 67 бутылок нашёл? Ладно, давайте воспользуемся фандоматом. Вас приветствует фандомат 500. Хотите сдать бутылки на переработку? Давай поболтаем. Эй, фандомат, кто бутылки перерабатывает, тот неплохо зарабатывает. Заглючил, наверное. Хотите сдать бутылки? Давай. Идёт переработка. Переработано 195 бутылок. Получен наш латинок 195. Спасибо, что заботитесь об угружающей среде. Минутку. По-моему, я ещё немного заработал. Сейчас ещё немножко шлотинок будет, минуточку. А, прикольно, да, я это не могу разбить. А, это сколько угодно, отлично. Подожди, сюда меня не пустили, да? Да, запёрто. Подождите, я ещё по туалетам пройдусь. Тут тоже, говорят, мусорки есть. Не знаю, мне кажется, руки часто мыть не стоит. А то могут возникнуть проблемы. Интересно, в туалетах других крышков такая же разруха? Не знаю. Не знаю, приятель. Но у меня сейчас будут шлотинки. За них я могу купить много чего интересного. Подождите. Есть. Сейчас ещё один туалет проверю. А, тут есть что посмотреть. Отлично. 323 бутылки. По-моему, это успех. Правда, не знаю, что такое шлотинки. Да. Но у меня уже полтысячи их в первый час присутствует в школе. Надо потратить здесь, наверное, что-то, да? Вас приветствуют сохранялки. Сохранямка – единственный снэк, который можно очистить в духовке. Чего желаете? Давайте купим сохранямку. Пожалуйста, подождите. А, это сохранение игры. Их за бутылки надо покупать. Сейчас ты не сохранишься. Да. Спасибо за покупку. Приятного аппетита. А сколько у меня забрали монеток? У меня было столько же, по-моему. Ладно, брокколи, что дальше делать? Здорово. Давай покажу тебе общагу. Нам не надо вернуться в класс? Да ладно, она и не заметит, что нас там нет. Ладно. Как скажешь. Ну, общаг бы я уже нашел. Шэр. Общежитие там. Да я нашел его. Я просто побоялся сам туда входить. Отожди, тут у нас это бизнес пошел. О, это тут вообще можно дофига набить мусора. Так, отлично. Смотри, сколько у меня бутылок уже. Они у меня, по-моему, не лезут, да, больше? А, нет, лезут. Коллекционер бутылок, разблокирована достиженница. Да, это нельзя разбить. А еще что там внизу у нас? Ха, по-моему, она пошла не сюда. Ну, я же хотел просто посмотреть, а вы меня выталкиваете. Просто вот так вот взять. Я же тут первый день. Только начинаю обживаться. Бутылочки в ход пошли. Подожди, колесо нельзя разобрать. Нормуль. У меня уже 300 бутылок. Но я думаю, здесь тоже будет автомат. Что-то за трещина. Я не могу проломить эту стену? Почему? Я думаю, ты справился бы. Да нормально, набили. Сколько у меня уже? Держим и бутылками. Это только начало. Так, это наша общага. Здесь тоже есть мусорки. У каждого здесь своя комната. Это твоя. Пустовато тут что-то. Сейчас исправим. Будьте подарочек на новоселье. Инвентарь добавлен. Кровать брокколетян. Боюсь, я в нее не помещусь. Если что. Но это же твоя. Ничего, я кроватями больше не пользуюсь. Я теперь предпочитаю спать в земле. Ой, как грустно. Так что ставь сюда, давай. Подарок от брокколи. Это куда ее ставить? А, это окно. Это окно. Ладно, ставлю сюда. А как ее ставить? Украсить комнату. Украшиваю. Кровать у меня есть. Кровать подаренная брокколетян, на которой она больше не спит. Все, я поставил. У меня еще обои есть. Бирюзовые. Давайте, ну давайте бирюзовые. Очень кавайно. Зеленые это очень трагично. Это очень серые. А это очень темно. Давайте кавайные. Нежно-розовые. Качественные. Давайте лучше бежевые. А ты еще подумаешь, что я тут кавайные обои развесил. Класс. Теперь тут не так уныло. Другие вещи для комнаты можно купить у бабульки Тодорки на рынке. Загляни туда как-нибудь. А через два дня в заброшенной общаге будет улетная костюмированная вечеринка. Мой бывший тоже придет, и это такое себе. Но я постараюсь сильнее не плакать. Принесильно. Еще там будут все ребята из мускружка, и мы выступим на сцене. Обязательно приходи. Приду. Ты меня заинтриговал. Только вот. У меня нет костюма. Хм. Один галстук. Попробуй поискать озеро. Там постоянно ненужные вещи валяются. Может, приглянется что-нибудь. Тебе нужен выход в юго-западной части двора. Если заблудишься, посмотри на карту. Поиск костюма. Ладно. К озеру можно пройти через юго-западный выход с карты. А ты тут у меня останешься в комнате, да? Или как тебе понять? В общем, понятно. Если хотим стол, надо пойти бабку найти. Чтобы найти бабку, нужны бутылки. Вернее, деньги. Или как она там называется. Чтобы найти деньги, нужно сдать бутылки. Заперто. Это тоже туалет, что ли? Блин, да тут сортиров больше, чем учебных классов. Хотя это не сортир. Подожди. Что это такое? Целая куча писем, разрисованных сердечками. Это чья комната? Меня пугают все эти фотографии с подмигивающим Владимиром. Это Владимир! Блин, он голый! Так, ладно, побежали отсюда. Погнали. Нафиг Владимира. Давай сюда. А чай-то тогда подождите. Все разберу. Потом пойду, как все сдам. Откуда-то здесь столько бутылок. Так, а это чья? А, это этого, наверное. Гения. Параноика которого. Все нити ведут к коту? А при чем здесь кот? Что вообще происходит? Заперто, да? Нет. А, это комната жирафика. Она, если узнает, что я был у нее, то она взбесится. Тем более забрал все бутылки. У меня уже восемь сотых. Весь стол заставлен энергетиками. Понятно, откуда берутся бутылки. Ну, ладно. Соседняя комната, я так понимаю, это, 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 как ее? Это вообще не важно. Которая единственная осталась. Которая подумала, что она учительница. Ну, я пошел. Мусорки не восстанавливаются. То есть, у нас деньги ограничены. А вернее, бутылки, деньги, не знаю. Может, еще за что-то можно получить? Ой. Чего тут делаете все? Посмотри на них. Никакого самоуважения. А кто это? Ученица исход кружка. Владимир. Посмотри на меня. А, него вы увидели. Он дотронулся до моего плеча. Так уверенно, но нежно. Теперь можно и умереть спокойно. Это его фанаты. Как можно быть таким идеальным, как Владимир? Да он же Адонис во плоти. Хочешь автограф? Становись в очередь. Не хочу. Не хочу. Я ищу просто бутылки. У меня другая миссия здесь. Что это за мусор? Что это за куча такая? Я уже устал спрашивать, что это такое. Ладно. Давайте тогда с вами это... Подожди, не свида. Юго-запад с другой стороны. Я хотел зайти обменять бутылки на монеты, потому что может быть вместимость бутылок ограничена. Потому что я не знаю, как я их себе в карманы заталкиваю. Уже 808 штук туда засунул. Хотите сдать бутылки? Да. Ого, у меня денег. 808. Сохраняться будем? Ну, давайте посмотрим. 1361. Приветствую вас со снеками. Сохранялка от компании. Чего желаете? Хочу купить сохранямку. Пожалуйста, подождите. Спасибо за покупку. Приятного аппетитика. Хорошо. Спасибо. Все, у меня 1360. Сохранямка стоит одну копейку. Ладно, пошли. А, мне теперь можно вниз спуститься, да? Да, музыка, конечно, веселенькая, я вам скажу. Ее хочется выключить сразу. Так, озеро. Ой. А что, и в этих кучах валяются бутылки, да, теперь? Нормально. Ладно, не обращает на меня внимания, просто... Я просто работаю. Судя по всему. Так все и будет. Привет. Ученица из спортклужка. Директор никогда на людей не показывается. Интересно, как он выглядит? Он строгий? А какой он сам по себе? Строгий? Очень. Он конфисковал катану Юки. Сразу как-то принесла ее в школу. Ну да, меч был настоящий острый. Но он нужен был ей для косплея. Ну че, мы с мамой позвоним? Расскажем, что-то бутылки собираем. Я не хочу никому звонить. Тоже правильно. Не надо нервировать маму. Это рюкзак. Это рюкзак, походу, да? Столовая рынка. Тут еще одна куча. Что это за куча такая? Кстати, вторая уже. Привет. Говорят, что в драмкружке у каждого ученика есть стул. Серьезно? А я уже второй год сижу на полу? Говорят, что в драмкружке есть стул. Да-да-да. Здрасте. Я никогда не остановлюсь в хостеле. Это же унизительно, драмкружок. У меня сестрица такая же. Хотя, где она? Мне даже как-то неловко. Здесь все такие нищие. А я-то чуть побогаче буду. Ладно, нам не всегда сказали идти. Давайте, наверное, идти по направлению. Хотя я уже здесь успел набить. Больше, чем 150 бутылок. И просто удача мне улыбается сегодня. Ладно, пошли вниз. Подожди, озеро ж здесь. Как тут карту открыть? Нет, карту как открыть? Карту, карту вот так. Ну да, озеро слева. А вниз это выход вообще с... Тут городка. Ну, давайте сюда. Ученик из москружка. Странно, что школу в таком состоянии еще не закрыли. Подожди, это же озеро, нет? Или это... Блин. Или это не озеро? Нет, это не озеро. У меня да ниже, походу, да? Да. Понятно. В общем, мы будем получать пропуск. И тогда только нас пропустят. Ну тогда сюда, больше-то некуда. Отсюда мы точно выйдем. Шээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну ладно. По силуэту Кракен. Зачем он меня зовет-то? Я просто иду одежонку себе какую-нибудь найти. Кстати, еще одна куча песка. Не песка этого, а земли. Мне кажется, что это быстрое перемещение, наверное, между городками. Потому что... О-оу. О-оу. Он живет в озере. Привет, Шет. Как грязно. Блин, да меня тоже бесит, что дети такие свиньи. Разве так сложно, блин, донести пакет от чипсов до мусорки? И не говори. Вообще... Вообще, кстати, я тут ищу себе костюм. Брокколитян сказал, что здесь наверняка какой-нибудь будет валяться. Брокколи? Парень мне по барабану на эти твои костюмы. В школе грозит серьезная опасность. Через три дня всему настанет. Ну тогда я пошел. Нет. А ну вернись. Кракен кашляет. Ладно, ладно. Попытка номер два. Миссия. Ты отправляешься на задание. Возьми этот. Чего? Где он, блин? Только что его видел? Шет, не мог бы ты... Поискай тут вещицу, похожую на древний амулет, обладающий непостижимой силой. Ладно, я поищу. Ой, боже мой. Зов Кракена о помощи. Что тут через три дня-то произойдет-то, а? Можно больше не бросать мое озеро велосипеды, а? Так, и Кракен туда же. Я думал, какое-то таинственное опасное существо. А что найти надо? Ну как, нашел что-нибудь? Напоминаю, как передать какую-то вещь. Надо выбрать у инвентарей, поговорить с кем-нибудь. Ладно, сейчас что-нибудь найдем. Сначала по бутылкам. Сначала по бутылкам пройдемся. Я думаю, это наша супер-валюта. А это то ли мусорка? Вы опускаете руки в грязный воду и достаете какую-то вещь. Фу, что это? В инвентарь добавлен левое щупальце. О нет, он сломан. Кто это сделал? Что за дети? Пошли. Хулигань, ё, все дайди, но... Шайт, поищешь остальные части? Спробовали. Я в мусорках люблю копаться. Тут же? Нет, тут больше в эту руку... Руками не полезу. А здесь он находится или вообще по школе поискать? Так, подожди, там же на входе была какая-то хрень такая же. Я просто ее... Я просто ее не трогал, так вот как-то бежать можно. Вот, можно. Надо бы... Ага, здесь все-таки, ладно. На входе не работает, хорошо. Тогда здесь поищу. Ну, тут совсем другая скорость, я вам скажу. Вы нашли газетную вырезку. Участились в случае землетрясения. Ученые установили, что эпицентром недавних землетрясений была местная школа Кракен. Очень мило. Так, тут не пролезть. Это что за ящик? Посмотрим, есть ли тут чего. Вы пытаетесь открыть коробку своими руками, крюками. Ну, почти да. Вы чувствуете, что коробка потихоньку поддается. У меня получится. Выпинайте коробку. О, идеально. По коробке побежали трещинки. Почти открыл. Вы собираетесь все силы для последнего удара. Быстро нажимаете Х, чтобы успеть заполнить шкалу. Да нифига себе, тут надо реакция. А-а-а. Что такое? Давай же. Коробка слегка приоткрывается. Вы просуете оттуда руку. Что тут у нас? В инвентарь добавлен магический камень. Это оно? Это оно? Что это, поищешь в стальные части? Не хватает каких-то деталей. А ты забрал то, что я тебе только что дал, нет? Левое? Нет, не забрал. У меня оно лежит. А что это такое? Странный драгоценный камень в форме глаза. Издает негромкий гул. Он еще и гул издает. Почему вы уверены, что оно именно левое? Не знаю. А, тут еще проход есть. Боже, тут детская площадка даже имеется. Ни фига ж себе. Хорошо. Ну, два предмета я нашел. Наверное, надо третий найти еще, да? Мне кажется. Или не надо? Я не хочу пока в детскую площадку лезть. Там может быть и опасно. Ну ладно, давай посмотрим. Выруйтесь в песке. Я что-то нашел. О, правое щупальце. Ты все нашел. Подойди ко мне, шед. Подожди. Лучше не надо. Я тоже так думаю. Я иду к вам. Кракен. У меня есть два щупальца и магический камень. Ну как, нашел что-нибудь? Напоминаю, как передать какую-то вещь. Надо выбрать в инвентаре и поговорить с кем-нибудь. Что же он такой туго дум? Так, подожди. А что, по одной передавать или что? Ну, давай по одной передадим. Прекрасно. Ты нашел все три части. А мы с тобой отличная команда. Ты не заметил? Не мы с тобой, а я с тобой. Кракен кашляет. Вернемся к твоей миссии. Это опасно? Это очень опасно, да? Я слышал, раньше у тебя был кто-то другой. Ну, скажем так. Айкс, для такого не годится. Аликс? Все, будь добр, перестань меня перебивать. Короче, о твоей миссии. Среди нас гуляет предатель. Он очень силен и может оказаться кем угодно на этой школе. Предатель хочет уничтожить школу Кракен. Шет, ты должен ему помешать. В амулете заключена часть моей силы. С ее помощью ты сможешь путешествовать во времени. О, боже мой. Я очень сомневаюсь, что у тебя все получится с первого раза. Амулет даст тебе бесконечное количество попыток. Через три дня школа изменится до неузнаваемости. Сейчас я покажу тебе, что нас всех ждет. Оберегающие эти школы духи оказались в заточении. Вилен, дух олень, покровитель мус Кружка. Руза, дух лягушка, покровительница Худ Кружка. Тодо, дух конь, покровитель спорт Кружка. Садо, дух соколиха, покровитель драм Кружка. Без них все школы живут. Через три дня ждут беды, несчастья. Ну-то сейчас хорошо. Шет, освободи духов, пока не поздно. Пока не поздно, Шет. Ладно, помогу, чем могу. А ты не можешь разобраться с предателем сам? Я недостаточно силен. Тут нужна помощь всех четверых духов. А духи, похоже, заточены внутри учеников, которые страдают. Сначала мы освободим Вилена. Я обнаружил, что он вселился в брокколитян. Амулет, похоже, тебе выпусти... Амулет поможет тебе выпустить его. Только перед этим придется залечить ее душевные раны. Я знаю, что она идет на костюмированную вечеринку в эту среду. Отлично, вот и представилась возможность помочь бедняжке. Скажи, все ли я правильно понимаю? Да. Чтобы спасти школу от уничтожения, мне нужно пойти потусить? Именно. Отлично. Только у меня нет костюма. Брокколитян сказал, что его можно где-нибудь найти здесь. Чего ж ты сразу не сказал? Попробую пошариться в ящике с конфискатом в кабинете директора. Но просто так мне оттуда вынести ничего не дадут, да? Ну, само собой, блин. Вот же тормоз. Замена из него не очень, но что поделать? Я все слышу. Ой. Ну да, оттуда ничего нельзя выносить, да и днем тебя могут поймать. Так что лучше тайком проберись в кабинет ночью директора. Он находится в здании столовой, что к югу от главного двора. Если налажаешь, не забудь использовать амулет. А то через три дня тут все накроется медным тазом. Я пока мало понимаю, как его использовать. До или после? Ну ладно. Пока ты ждешь ночи, может попробуешь с кем-нибудь подружиться? Тут он все-таки новенький. В инвентарь добавлен предмет амулет Кракена. Так, и как им пользоваться? Понедельник. Время пошло, да? Походу, да. Так, украсть костюм из кабинета директора. Кракен сказал, что костюм можно найти в ящике для конфиската. Сам ящик находится в кабинете директора. Надо попробовать прокрасаться туда ночью и незаметно стянуть костюм. Это общее задание. Побочек нет. Мы уже шесть заданий с вами выполнили. Так, костюмы, бинты, карта, мускружка, бейсбольная бита. Позволяет владельцу перемещаться в прошлое, держивая X, чтобы использовать его силу. Кабинет директора. А где же он тут к югу? Вот это, наверное, здание, да? Которое возле дыры? Ну, наверное. Ну, ладно, пошли. Так, а как мне это... Ого, время идет! А что если я нажму сейчас к X? Вы точно хотите вернуться в прошлое? Все найденные предметы останутся у вас, но люди забудут, что вы с ними разговаривали. Я не понимаю пока, что это значит, но время пошло. И у нас очень мало времени. Три дня все. Брокколи, что тебе надо? Ой, Шэд! Ты раздобыл костюм? Мне нужен директор. Нет. Но я попробую пробраться в кабинет директора. Там хранятся конфискованные вещи. Правда? И как-то попадешь. Его кабинет очень хорошо охраняется. А еще там реально стрёмно. Туда почти никого не пускает. И никто никогда туда не ходил. Я что-нибудь придумаю по пути. Ну, я не сомневалась, что у тебя все схвачено, Шэд. Ладно, увидимся на вечеринке в среду вечером. Надо придумать, как убить время до похода в кабинет директора. Да я уже весь мусор перебрал. Что тут делать? Можно позвонить маме, поболтать с ней, пока не стемнеет. Или погулять по школе. Дайте, погуляю по школе. Директор никогда на людей не показывается. Он строгий, да. Он по себе строгий, да. Это я уже слышал. Так, ладно, до свидания. До свидания, говорю. Косплей. Так, а где это кабинет директора-то? Сюда, что ли, идти надо? На юг? Подожди, фонтан. В фонтане рабочий. Дайте хоть его найду, этот кабинет директора. Немного погуляю по школе. Это не та машина, на которую можно сюда уехать. Ну, погулять-то можно вот здесь, где мы только приехали, в этой части. Потому что другие места нас не пустят, нужен пропуск. Правильно? Час прошел. Неплохо я погулял по школе. Брокколи, ты тут? Что ты делаешь? А, это у нас кольцевая. Блин, там есть бутылка, не могу ее достать. Достал. А, что такое? Что ты делаешь? А, я так хотела строить барбекю, но нигде в школе нет решетки для гриля. Значит, это побочное задание. Такое, решетку для гриля, что ли, найти? Брокколи Тян хочется строить на главном дворе пикник с барбекю в понедельник утром. Но у нее нет решетки для гриля. А я при чем? А ты кто? Ученик из спорткружка. Мне кажется, или сохранямо какой-то металлический привкус. Ладно, найду барбекюшницу, принесу. Это кракен школа. Доступ запрещен. Спорткружок. Ну, мне его потом, наверное, выдадут. Так, с этими мы общались, да? Да-да-да, мы с этими общались. Все, сейчас. Да, отстань от меня. Ладно, пошли. Время идет. Сейчас давай быстрее. Надо смотреть хотя бы те места, где мы с вами не бывали, чтобы посмотреть, что вообще здесь есть. А вот тут бутылки, кстати, можно сдать. Сохранится, наверное, на отдельный слот. Потому что я чувствую, что мы вообще ничего не успеем. За отведенное время. Или успеем. Это директор, наверное, вот это, да? Здесь обитает. Столовая и кабинет учителей. Подожди. А директора где? Это автобусная остановка. Сколько у меня? Уже 1070. Ого, уже больше. Я думал, больше 1000 нельзя. Так, побежали. Это что, машина? Машины нельзя бить. Так, а что это такое? Привет. Когда у меня нет денег на столовую, я питаюсь с охранямками. А-а-а. То есть тут тоже можно сохраниться, да? Я не теряюсь сейчас время просто так. Зря. Хотя мне до вечера надо досидеть. Поэтому... Поэтому все нормально, наверное. Ура! Сегодня подают макароны. Наверное, не всем подают. Так, есть. Что здесь у нас? Что у нас тут? Медкабинет. Вы нашли список с именами учеников. Кем бы ни был этот Алекс, он часто бывал в медпункте. Не удивительно. Подожди, это не аптечка? Тут какой-то столик есть. Минуточку. Столик я обыскивать нельзя. Ладно, ладно. Ладно, как скажете. Есть. Есть. Есть, есть. Нету. Есть, есть. Нету. Кстати, это ящик. Привет. Учительный муск кружка. В нашей столовке почти никогда не знаешь, наверняка, чем они нас накормят. Что это за магнитофон? Расписание обедов. В понедельник каша. Вторник каша. Среда выходной. Дальше история умалчивает. Вы включайте радио. В эфире одна реклама. Это реклама, да? Мне понравилось уже танцевать, начали. Так, что здесь? Это кабинет директора, да? Заперто. Наверное, да. Так, давай, наверное, побыстрее. Скоро вечер будет. Это что? Учительская. А как они могли... Как они могли с буфетом соединить нас? Госпожа Петрова, ну что за молодежь пошла? Никакого уважения к учителям. Это та, которая уволена и которая... И которая все еще приходит в школу преподавать. Подождите. Диван отличный. Совсем новый. Абсолютно новый. Это что такое? Откуда учительская это? Инвентарь добавил предмет в антус. Оу. Оу. Я думаю, для чего-то нужен. А может быть и нет. Это точно слева кабинет директора. Так, ладно, а ты кто? Николай. Опять Николай. Ну пожалуйста. Мне все... А, это тот же Николай, которого украл бомж что-то там. Мне все на пару часиков. Ты не слыхал, что я сказал, хозяин столовой. Школьную духовку так и не починили после происшествий с Рипой. Это было три года назад. Дурацкая Рипа. Хочешь помочь? Для чего у тебя духовка? Это секрет. Обещай, что никому не расскажешь. Среду моего лучшего друга Станислава день рождения. Я хотел испечь ему торт. Может я помогу? Было бы здорово. Не знаю, получится ли чего. Нам с тобой нужны яйца, молоко, сахар и место, где можно испечь торт. Офигеть. Понял. Ой-ой, возьми вот это. Принесешь в нем молоко. Хорошо. Инвентарь добавил предмет в пустое ведро. Так, мы добавили Николая. Победитель прошлого турнира по ДДР. Искатель по натуре ИИ. Черный пояс по Тахаквандо. Так. Как это нам запомнить, что нам куда надо нести? Ведро у меня есть. Там кокос я видел. Может их подоить надо. Так. Праздничный торт. Сахар, молоко и яйца. Николай хочет испечь торт к дню рождения Станислава. В среду у него нет ингредиентов. Да и духовка в столовой сломалась. Надо собрать все ингредиенты. Сахар, молоко и яйца. Где испечь торт? Куча чайных принадлежностей. Эти кружки типа чистые? Так, Николаю для торта нужен сахар. О, сахар уже нашел. Отлично. У нас подают только лучшие блюда. А еда здоровая? А еда у нас тут здоровая у вас? Разумеется. По понедельникам и вторникам у нас можно пообедать. Всего два раза в неделю? А в другие дни? В другие дни я заменяю школьную медсестру. Вы в этом специалист? Разумеется. Лечить дезинтерию, заваривать чай. Какая в сущности разница? Ну да, после обеда сразу можно лечить. Так, хозяин столовой. Чай планировать обеды не любит. Я живу, чтобы служить его высочеству директору. Так, молоко нам надо найти, место где готовить. Сахар я уже нашел. Тут я был, тут я был. Ну все, побежали попробуем коз подавить. Сколько времени? 12 часов дня. Еще можно. Еще успеваем. Так, тут мы были, рынок. Что на рынке? Тут, конечно, времени маловато. Время слишком быстро летит. Ой, уже 1 пм начался. Блин. Давай быстрей. Что? Чем вы торгуете? Здравствуй, нычок. О, это Тодорка. Это же бабулька. Прикупи себе что-нибудь, что радовало глаз. На горшке большими буквами написано «Не ешь меня». Стол за 700. Для школьной группы плакат сделан на удивление качественно. Плакат «Полночный бунт». Ковер геометрия. На нем красуются ваши любимые фигуры. Ну это, короче, комнату украшать. Я не знаю, нужно ли нам тратить сейчас деньги. Наверное, нет. Винтажная кровать для поэта-безумца. Выходящая над безднами. Радужный коврик. Лавовая лампа. Магнитофон 3 в 1. Телевизор. Счастливенько. Бабуля. Лестницы не любит. Вязание любит. Заходите посмотреть на мои чудесные товары. Да дорого все. Ой, тут фонтан сломался. Зато бесплатный душ. Так, у меня еще, в принципе, полторы тысячи уже есть денег. Hello? А, это ты. Приветствую на черном рынке стикса. Тратим свои карманные денежки и не стесняемся. Карта худкружка. Действует как пропуск на очебную территорию. Чтобы разблокировать, освободите духов. А, у него покупать, короче, пропуск. Все, понял. Он не дается. Его надо будет еще купить. Вот на это, наверное, деньги нужно собрать. Чтобы они у нас были. Так, подождите. Я сдам бутылки. Хотите сдать бутылки на переработку? Да. Идет переработка. 1114. Отлично. Пусть деньги у нас будут. Дальше посмотрим. Покупать пропуск или не покупать. Время покажет. Так, тут нам надо сохранить цен. Сохраниться, сохраниться. Спасибо за покупку. Все окей. Что это за дырка? Сюда не входи, сказали. А, тут бомж живет. Привет. А есть что интересно? Слушай, молока не знаешь здесь? А у тебя нет этого гриля? Ты кто такой? Не тронь мое барахло. Так, пещальная лавка бомж-чела. Бомж-чел немного поколдуют над ПО фандоматов. Они начнут быстрее перерабатывать бутылки. Я получу еще. Чтобы разблокировать, получите значки дружбы. А как я с ним получу значки дружбы? Что-то я забыл, что хотел сказать. Изобретение Стикса не любит. Этот гаденыш должен мне бабки. Понятно. Ладно, не знаю пока, как с тобой работать. Так, ладно, мне надо бежать к козам. Подожди. Где-то я их тут видел, этих коз. Слышишь, что я гриль нашла? Нет, я так хотел с тобой барбеку. Нигде в школе нет решетки для гриля. Подожди, мне коз надо найти. Я не помню, где они. Школа, школа, блин. С мамой я пока не буду разговаривать. Это что такое? Не знаю. Нет, это не здесь. Подожди, я в это уж не нырял. Ладно, подожди. А в это и нельзя нырнуть. О, музыка. Ее-то мы не увидели. Это часы, что ли? Может, еще было кое-что. А это что за ворота, интересно? Что это такое? Туда можно только ученикам драм... А, драм-кружок. Это ж миллионер, я забыл. Да ладно, хватит меня бить. Или он меня не бьет. Я запутался уже. Подожди, где я? Я нахожусь здесь. Мне надо пробраться, где козы были закрыты. А, мне надо музыкальный кружок. Чуть-чуть не пойму, где-где, где-где это было. А, вот я не нашел. Так, раз, два, три, четыре. Пустое ведро взять в руку. Взял, вышел. Подоил. Никогда сказал, что дольфот ему нужно молоко. Казал, удивленно блеет. Прости, по-быстрому. Ну, все, я нашел, что надо сделать. А дальше куда? Что делать? Убери его пока от греха подальше. Дальше что делать? Праздничный торт. Найти сахар, молоко и яйца. 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 А где ж яйца-то взять? Может, в столовой где? Что-то я птиц не припомню. Брокколи. Ты не знаешь, где взять яйца? Это не яйца? Короче, 4ПМ уже. Ты кто вообще? Спорткружок. Где ж яйца-то найти? Ну, в столовой, наверное. Кракен, у тебя не было яйца? Это худкружок. Может быть, конечно, где-то в худкружке. Может, потом это активируется. Не знаю. Ну, хоть куда-то мне можно. Так, уже темнеет. Слышишь, яиц нет у тебя? В этом месяце мы их примем по шишке. Ждет кое-что особенное. В общежитии, может, у кого-то яйца есть. Уже, кстати, вечер. У вас нет яиц? Привет. Не забудь про завтрашнюю репетицию. Я серьезно. Если не яйца, я прибью тебе. Репетиция. Боже мой. Весь стол застали энергетиками. Тут яиц точно нет. Ой, блин. Ну, в туалете яиц быть не должно. Хотя у меня есть... Это не туалет. Ха, извините. Все нити идут к коту. И что? У меня что-то есть интересное. Козье молоко, сахар в антус. Помогает вытаскивать застрявшие предметы. Бинты. Надо в туалетах покопаться. Может быть. Может быть, сработает. Но у меня времени уже нет. Уже ночь. Что это такое тут у нас? Ничего не появилось? Это Владимир. Ладно. А сюда я так и не вошел. Ладно, побежали. 60 часов осталось. Пора спать сейчас. А что спать-то пора? Мне что надо это... Дело сделать. А ты что ночью тут стоишь? В этой школе слишком много лестниц. Да? А как мне пробраться к директору? Ночное время суток. Брокколитян никого не пускает в свою комнату. Интересно, почему? Ладно. А вон кто-то стоит. Мисс Маркова. Я уже все перепробовала. Считала овец. Пыталась уснуть под пение птиц. Или звуки дождя. Попробуй перед сном отжиматься по 50 раз. Тело устанет и будешь спать как убитая. Я хоть раз отожмусь по-твоему? Бессонница. Тренер Костова. Плохое поведение не любит. Любит правила. Я не добавляю, друзья, учеников. Я не планировал. Попробуйте перед сном отжиматься 50 раз. Ладно. Так, кто еще? Что? Куда? Где? Зачем? Как? Мне сюда надо. Спит. По-моему, в спальном мешке кто-то есть. Лучше его не трогать. Совершенно верно. Тут яиц нет? Куча чайных принадлежностей. Типа чистые. Блин, тут мусор можно разбивать. Но это, наверное, громко будет. Вот ящик, по-моему, с припасами. Нет? А это что такое? Снотворное? Кто его здесь оставил? Вау, я его нашел. Знаете, кому я его сейчас отдам? Тот, кто не может уснуть. Только у меня времени все меньше и меньше. Ну, подождите. Хоть кому-то пригожусь. Я что-то вообще ничего не успеваю сделать. Так, здрасте. Сейчас я его выберу. Предметы. Снотворное, бинты, козье молоко, карта, амулет, костюм. Снотворное основное. Пожалуйста. Это вам. Вы говорили, что не высыпаетесь, поэтому вот. О-о-о. Большое спасибо. Я бы и сама купила. Да все, как-то лень было. Надеюсь, я больше не буду просыпаться, когда Бурьян опять меня телепортирует. Получен значок дружбы. Ну, это хорошо. Бессонница завершена. Попробуй пересномать в 15 раз. Так, ладно. Побежали дальше. Ночь заканчивается. Еще не был. Меня заметили. Куда ты собрался? А? Зачем тебе туда? Признавайся. Отвлечь его. Минуточку. А что вы здесь делаете посреди ночи? Я глубоко уважаемый хозяин столовой. Эта столовая моя гордость. Я защищаю ее обеденные залы в интересах школы и его высочества директора. Вы здесь ночуете? Ну, разумеется. Я никогда не покидаю стен своего замка. А теперь? Прочь отсюда. И вы ни за что не упустите меня туда. Естественно, нет. Хотя, если ты кое-что для меня сделаешь, может быть, я забуду, что видел тебя тут. Идет. Я давненько не пил хорошего чая. Заводи мне чашку. Если мне все понравится, может рассчитывать на мою помощь. Все необходимые ингредиенты для чая ты найдешь здесь. Чайный эксперт. Что добавить в чашку? Так, снотворное я уже отдал. Чайный пакетик. Вы добавляете чайный пакетик. Надеюсь, чай получится не слишком крепким. Что добавить в чашку? Сахар. Вы добавляете кубик сахара. Столько сахара хватит, чтобы добавить чашку. Еще сахара. Добавляете кубик сахара. Столько сахара хватит, да. Ну и снотворное чуть-чуть. Вы добавляете снотворное. Надеюсь, подвох он не почувствует. Что добавить в чашку? Все готово. Ну все, идеальный чай вроде бы готов. Взять. Это вам. Готово. Этот вам точно понравится. Вы подаете ему чай. Кубиков сахара 2 штуки. Чайный пакетик кофе. Один снотворное по вкусу. Он принюхается, делает глоток. Этот чай весь маааа. Он медленно валится с ног и начинает храпеть. Храп раздается по всей столовой. Это мой шанс. Давай быстрее, чайный эксперт. Так тут все красное. Там кошка была. Что это было? И как мне сюда залезть? Заперто. Учительская. А, можно сюда попасть, да? Ночью даже. Ого, я уже привык к грязи в этой школе. Но даже мне противно. В этом кабинете. Это вообще темень. Изрядно потрепанная кургеточка мешает вам пройти. Неужели кто-то держит здесь кошку? Мы только что видели. Надо поскорее найти коробку с конфискатом и убираться отсюда. Это вот она. Я тут решил не шуметь, да? В любом серьезном кабинете всегда должен быть глобус. Может, ты не будешь фигней страдать? Конфискат. Тут же написано большими буквами. Подожди. Я вижу, что написано. Тут же надо посмотреть. Может, тут есть это? Что-нибудь интересное? Вообще, куча мусора. Это диван сгнил. Представьте. Ладно, я нашел конфискат. Выройтесь в коробке. Нашел. В униталь добавлен костюм пингвина. Чудесно. Теперь я готов к вечеринке. А-а-а! Это еще что за... Что ты задумал? Что? Кто здесь? Это директор? Это директор. Не как ты вломился в мой офис. Хочешь что-то украсть? Нет, я просто... Тебе следует править побольше уважения к директору новенький. Ты ведь брат Нади, ученица из драм-кружка. Она гораздо воспитаннее тебя. Но почему ее так все любят? Ну, я зашел сюда, потому что Кракен сказал. Кракен? Не стоит слушать это жалкое существо из грязного озера. Оно определенно дурно влияет на учеников. Пора бы от него избавиться. Тебе что, показать где-то дверь? Вон! Уже ухожу. Директор лазерной указки не любит Кракена. Пожалуйста, не потворцу... Потворствуйте Кракену. Угу. Возраст, наверное, веков 200, да? Не советуйте общаться с тем морским чудовищем. Его словах больше лжи, чем у него щупалец. А что это за золотой телефон или что-то такое? Интересная вещь. Вообще у вас тут интересно, конечно. Можно тут еще похожу? О! Книги здесь в основном про животных. Книги здесь в основном про животных. Ладно, я пошел. А еще раз конфискат. Кто-то думал сопринести школу, катану и петарды. А там нет решетки? Ладно. Ладно. Изрядно потрепанная когтеточка. Я думаю, что такое когнеточка. Когтеточка это там, где кот точит свои лапы. Свои эти какие-то когти. Как же хорошо, что я оттуда ушел. Надеюсь, этот костюм того стоил. Когда там вечеринка брокколетян? В среду вечером? Вроде как они собираются в заброшенной общаге. Что мне делать? Где мне брать остальное добро? Ладно, я практически сделал. А ну подождите, задание. Так, это понятно. Вечеринка. Отправиться на вечеринку в заброшенной общаге в среду вечером. Сегодня у нас понедельник, завтра еще целый свободный день. Я достал костюм пингвина из кабинета директора. Теперь можно пойти на вечеринку, помочь брокколетян достичь душевного равновесия и освободить духовилина. Найти решетку для гриля. Брокколетян хочет строить на главной дворике пикник с барбекью в понедельник утром. Но у нее нет решетки для гриля. Как она в понедельник утром его устроит, если у нас в понедельник утром? Я его не успею найти. Сыграть с группой. Всему находит, чтобы во вторник я пришел в здание мус-кружка на репетицию. А меня туда пустят? Ладно, не знаю. У тебя нет тут ничего интересного, блин. Кто у тебя был? Было, я же тут забрал все, что мог. Ладно, побежали далее. Ха-ха, тут две мусорки еще есть. Сейчас подожди. Мой чай все равно хорош. Поэтому не вопрос. Так, есть. Надо еще в туалетах пошастать малость. Может быть, даже прямо сейчас. У вас точно не продается это, яйца. А, тут нет никого. Бабулин рынок работает до вечера. Этот работает круглосуточно, да? А у тебя нет яиц? Ну, в смысле, на продажу. Куриных. Можно утиных. Это не надо починить, нет? Выглядит стрёмно. А это что такое? Пропал 12-летний мальчик. Последний раз его видели с огромной стопкой летающих дисков. Особая примета всегда очень восторженно говорит о летающих дисках. Если вам что-то известно, со жительством руководством школы. Блин. Здесь вообще опасно находиться. Вас приветствует фандомат 500. Сдать. Переработано здесь 4 бутылки. Спасибо, что за... Хорошо. Сразу же сделаю снековую сохранялочку. Сохранить. Спасибо за покупку. Приятного аппетита. У тебя есть нет на продажу? Возвращением Евгений. Бомж-чел немного поколдует над ПО фандоматов. Чтобы разлокировать, получить... А, значки дружбы не только с ним. Значки дружбы совсем на свете, да? Ну, с любыми учителями можно, да, пообщаться? Слушай, у тебя тут ничего нет интересного, а? Блин, 10... 10 ПМ уже. Понедельник. Так, тебя я уже видел. Пошли к Ракену сходим, что ли? Вот это что такое? Тут рыбу, что ли, можно ловить? Вода грязная и вонючая. Вряд ли. Подожди, у меня нет ничего интересного из предметов. Физкружка. Бинты. Вантус. Ну, вантус надо попробовать. Сахар, козье, молоко. Это понятно. Ладно, хоть кружок-то мы потом откроем. Давай попробуем туалеты проверить. А туалеты у нас где? А туалеты у нас тут. А вот этом ничего нет? Куча какая-то. Она тоже может что-то быть. Потом она будет копать. Так, туалеты. Ладно, давай проверим. Эй. Я помыл руки, это хорошо. Ничего хорошего. Так, ну давай, доставай свою фигню. Вантус, давай. Нет? Лучше не надо. На пол валяется смятой листой бумаги. Вы подбираете один. Хотя Монцарт у него с огромным кладом музыкального искусства, так же дрепина, как музыки у нас присутствует только к уткам. Поэтому почему-то этот чимик разорвали. Так я не пойму. А нельзя им пользоваться, да? Нельзя. Почему? А так хочется. Ну тут бы она, наверное, бы бы это работало бы. Не, не могу это сделать. Не могу. Так, а ну карту мне покажите еще раз. Это старая общага, да? Вот тут еще не был, по-моему. А как туда попасть? От фонтана. От фонтана направо. Два хода должно быть. Ну пошли, пока еще есть возможность. Вантус убери с головы. То есть они правильно поймут, новичок. Кто-то видел здесь птиц, нет? Может в старой общаге какое-то гнездо есть. Это невозможно. Так, старая-старая общага. Старая. Вот фонтан. И вот старая общага. А так тут козы, блин. Заброшено в общежитие. А как их разогнать-то? Я же их подоил и все. Козы не дают вам пройти. По-моему они пока никуда уходить не собираются. Да это понятно. Вот что я туда не попал. Уже козы. Так, этой тут нет. Спорткружок тоже нам не подвластен. Интересно, блин. А вы не знаете, где здесь есть яйца? Тут все тоже. Можно домой позвонить. А это тут у нас что? Не знаю. Бабушкин этот. И тут ничего. Ну, с этими торговцами я общался. Собственно, тут ничего такого и не нашел. Интересно. Это автобусная остановка. Здесь тоже не было птиц. А может быть к Кракену сходить? Может он знает, где яйца взять? Какие хрена его знает? У этого найти бы их. Лучше его не трогать. Да я знаю, что его лучше не трогать. Туда перепрыгнуть бы. Может ты-то забыл здесь их? Это радио. Завтра еще будет обед. Потом обедов не будет. Вот что самое интересное. Я не знаю, мне надо спать. Не надо мне спать. У меня не будет потом проблем с тем, что я не выспался. Подожди. А где у нас Кракен? Кракен у нас от... От верхнего сейчас. Понял. Ты не яйцами торгуешь здесь? Брук или тянь, не пускай в свою комнату. Здесь почему? Явно нет. Так, вот тут Кракен. Не знаю, тут я их не увидел. Хотя куч всяких полно. Старая коробка, одну я встречал. Где-то. Кракен. Ну и что ты ждешь? Иди на вечеринку, заброшенный общаг, и все я до вечера. Своди перводуховый ученик. Ладно. Вы нашли газетную вырезку. Ладно, это я тоже слышал. Ладно, наверное, надо спать. О! Секту нашел. Прошу прощения, юноша, но это тайное собрание только для членов общества. Чтобы попасть туда, мне надо найти подходящую одежду. Да. А где мне подобрать подходящую одежду? Где у меня нет подходящей одежды? Форма москружка. Могу это. Подойдет? Прошу прощения, юноша, но это тайное собрание только для членов общества. Это не подошло. Ладно, переоденься обратно. Не позорь ты нас. Ладно, пошли в общагу хоть три часа ночи, вздремну чуть-чуть. Все, конечно, весело. Но я уже оббежал все. Я не знаю, чем мы будем с вами заниматься. Даже мусор весь уже собрал. Это мы куда идем? Нет, мы правильно идем, да? Мы с тобой общались, да? Понятно. А тут два входа разве? Нет, один. Тут я был. Давай в общагу. Птиц тут никто не видел? Вот это что за фигня? Я не могу проломить стену. Почему? Почему ты не можешь проломить стену? Я не знаю, как это еще, этот амулет работает. Честно говоря, я вроде не могу понять, что это такое. Вот здесь Тян живет, это. Брокколи. Это моя кровать. О, наконец-то ты на месте. Привет. Что ты здесь вынюхиваешь, Шет? Я просто это... Проехали, дело есть. Мне нужна твоя помощь. Я кое-что пишу. Статью о заговоре? Очередную статью о каком-нибудь заговоре, да? Надоели мне уже эти твои байки. Ты всегда пришел, чтобы что, поссориться со мной? Нет, это не статья для блога. Ну так скажи тогда, что пишешь. Ладно. Я пишу записку, объясняющую тот груз нелогичных чувств, что давит на мои плечи. Не думал, что ты способен на какие-то чувства, кроме недоверия. Эй, это грубо. Так ты поможешь мне или нет? Ладно, ладно, я пошутил. Короче, пишем письмо. Милая моя. А кому пишем-то? Ты мне скажи кому, тогда будем подбирать. Ладно, занят. А это не слишком слащаво. Да нет, девчонки обожают милые прозвища. Ладно, поверю на слово. Мне безумно нравятся твои... А у нее синие шнурки, а вдруг у нее зеленые? Неловкие движения. Ладно, синие шнурки. Шэ, ты что, меня троллишь? Нет, конечно. Приятно же, когда кому-то нравится, как ты одеваешься. Ладно, соглашусь. Давай встретимся в среду вечером возле общежития мускружка. Искренне твой... Тайный обожатель. Не будем, парень, мечты, потому что она тебя увидит и сразу передумает. Банальщина. Нет, это романтично. Но если ты так считаешь... Кастадин убирает письмо в конверт. Ну все. Осталось только передать его адресату, держи. А кто адресат, извините? Погоди, как это я должен его передать? У меня есть дела поважнее. Посты сами себя не напишут. Я нашел свидетельство о существовании динозавра в окрестностях школы Кракен. Так и скажи, что стесняешься передать его сам. И для кого это письмо? Оно для... Прости, отнеси его в общежитие драмкружка. Как? Я туда не могу войти. Я стою в комнате с синей дверью. Какой ты загадочный. Вряд ли у меня это возьмут. Драмкружка, общежитие, драм... Мне туда не пустят, во-первых. Это когда пропуск у меня будет, так. А ты че не спишь, блин? Эй, поаккуратней. Не наступай на снеки. Это мой запас на черный день. У тебя есть, нет? Весь стол застанет энергетиками. Ты тоже не спишь. Может тебе надо было снотворное принести, а? Ладно, пойду вздремну хотя бы на пять минут. Это ж ужас какой-то. Забегался совсем. Украсить комнату. Да нечем пока. Сон это всегда хорошая идея. До шести. Ладно. Я лишь недолго вздремнул. Вторник утро. 48 часов осталось. Проснись и пой. Так, ну мне в среду что надо. Сегодня у меня какая-то репетиция там, по-моему. Или хрен его знает, кто там ползает. Так, минутку. Я должен все разузнать, кто там ползает. Так, найти решетку для гриля. Еще пока ищу. Найти сахар, молоко и яйца. Яйца ищу. Сыграть с группой. Симон, во вторник я пришел в здание мускружка. Как? Положить письмо на стол. Константин просит помочь ему с любым письмом. Сам он очень стесняется передать его адресату. Так что мне придется отнести письмо в комнату любимой. Синяя дверь в общежитии драм-кружка. Мне туда пока нельзя. А вы кто? Уборщик. Эти трубы меня в могилу сведут. Помочь? Вам помочь? А ты что, наш новый уборщик? Хотя, если тебе попадется гаечный ключ на 22 миллиметра, скажи мне. Дети в этом здании два месяца без отопления сидят. Младший уборщик аккуратно собирать листья в кучке любит и не любит шмепси. А в краке никак удалить из друзей. Ладно. А где мне взять ключ? Так, тут что, ничего нового не появилось? Что ж у вас ничего нового не появляется-то? Как же я выживать-то буду? У меня столько дела, я ничего не могу сделать. А этот ушел уже? А этот уже ушел. А мне надо явиться в класс, там, я не знаю. Во сколько занятий-то начинается? Так, это моя комната. Тут Владимира вообще не бывает у себя дома, я так понимаю, да? Тут всегда заперто. Ладно. Сегодня дождь. Привет. Мне кажется, или я что-то забыла сделать. Кстати, а квеста нет уже, да? А нет, есть. Понедельник утром. Следующая неделя, что ли? Жаль. Моя подруга носит длиннющие джинсы-клёш. Даже полезется сама спуститься не может. Что мне делать? Мне кажется, я что-то забыла сделать. Да нет у меня решетки твоей. Я пытаюсь найти это, что-нибудь это там, я не знаю. Или, или ключ. Или яичницу надо сделать. Нам сюда, что ли? А ты что тут стоишь? Шет, ты как раз вовремя. Завтра у нас важное выступление. Только попробуй сегодня все испортить. Начнем. Я готов репетировать. Где все остальные опаздывают, как обычно. Подождем их внутри. Так у меня дел полно вообще-то. Можно я тут еще побегаю? Кстати, тут что-то есть. Тут ничего нового. Чупен. А это что у нас? А, это ж музыкальный. Понял. Меня сюда пустят. Все нормально. Бегай, блин. Проверяй теперь, что нового появилось. А тут что? Здравствуйте. Вы выспали сегодня? Я бы пошла домой. Но директор уже сделал мне замечание. Да? Ладно. Продолжайте в том же духе. А я могу немного осмотреться? Так, малость. Самую малость. Может, козы ушли из-за дождя? А что вдруг? Привет, ты кто? Надеюсь, ребята из полночного бунта возьмут меня в группу клавишницей. Я оттуда, кстати. Что вы тут делаете? Так, значит, чтобы перестать нервничать, нужно стоять на одной ноге? Да, это очень успокаивает. Жан, попробуй. Жан, рассуждать о смысле жизни любит. Реалити-шоу не любит. Добиться счастья невозможно. Счастливым можно только быть. Ясно. Так, значит, чтобы перестать нервничать, нужно стоять на одной ноге, да? Да, это очень успокаивает. Да, успокойтесь. Дайте мне от вас отойти. Не понимаю, чего-то у вас все такие нищие, что не знают, как побольше зарабатывать. Йокки, ничего себе, это мне. Я не знала, что ты так здорово рисуешь фан-арт. Патиться. Гав-гав-гав. Я что, добавил собаку? Мастит и художников любят, пылесосы не любят. Фиво Прол. В общем, чтобы смогла, а то и напечатала. Подписчиков больше, чем у всех. Понятно. Дам кружок. Сюда тоже не пустят. Здесь можно хорошо что-то зажарить. Мне кажется, родители просто хотели от меня избавиться, когда отправляли меня сюда. Наверное. Тут нет ключа у кого-нибудь. Есть кто-то, я не знаю, кто-нибудь, кто занимается этими вопросами. А это еще кто на лошади? Крокодил. Владимир. Нигде поблизости не продают мой любимый лосьон для лица, а кожа на моих щеках требует постоянного увлажнения. Крокодил скалится, зыркнут на вас. Мы его в друзья не добавим. У бабулики Тодоркина это товар на любой вкус. Не ешь меня. Для школьной группы плакат сделан, на удивление, качественный. Может, где-то как-то продается? Холодильник там, например. Может, стол сделать? Не знаю. Давайте купим стол. Я купил первую покупку, я не знаю. Приводи ко мне всех своих друзей, обязательно. Вы кто? Венди. Венди бормочет себе под нос. Время и место вроде правильное. Своего пони Бифкейка. Проблемы не любит. Бифкейк тоже на этой странице. Мне не дали сделать страницу специально для него. Собаки дали. Бифкейку не дали. На него пена сорта идет. Поэтому проблемы у него могут быть с регистрацией. Приветствую на черном рынке Стикса. Тратим все карманные деньги. Пока. Отстань. Отстань от меня. Где мне ключ взять, блин? Где мне яйца взять-то? Проблем-то сколько? Вон, подожди, к бомжу зайду. Мне на репетицию еще надо успеть. Я не знаю. До 12 или до... До которого часа? Во вторник. Понятно. Во вторник в любое время. Поним. Слушай, бомж, а у тебя точно нет ничего? А инструментов у тебя нет? Ты кто такой? Не то ли мое барахло? Это не твое барахло, знаешь? Знаешь, куда мне твое барахло? Привет. Я всегда беру с собой голландский соус. С ним что угодно станет вкуснее. Очень рад. У нас продают только лучшие блюда. А еда здоровая? А еда у вас здоровая, разумеется. С понедельника, вторника у нас можно пообедать. Всего два раза в неделю, а другие дни... Увы, в том специалист, разумеется. Это мы все слышали. Так, ну тут дважды не дадут ничего. Привет. Хорошо. Привет. Хорошо. Что хорошо? На прошлой неделе у меня нашли цингу. Это же болезнь пиратов. Поздравляю. Ученик из спортклужка. Отпад. Кровавый пудинг. Обожаю. Ученик из спортклужка. Как думаешь, хозяин столовой реально держит столовую? Или он не поэтому хозяин? Вот тут что-то лежит. Тут надо разбить, мне кажется. Где моя это? Где моя, где моя бита? Форма, костюм пингвина. Бинты, ванту, сахар, козья. У меня нет этого, кстати. Карта без... А, есть. Я не могу взять в руки. Она автоматически добавляется. Добавляется, да. Можно разбивать сразу. Так, тут нифига, как обычно. Ну ладно, пошли сыграем мелодию. Может, после нее что-то появится. Честно говоря, я без понятия, где что-то искать. Это расписание бита. Мы его уже читали. Тут можно прокрасывать его трижды. Сейчас я пойду, зайду. Может быть, у кабинета директора что-то мы найдем. Тем более, здесь уже разрешили нам ходить. У вас нет этого? Короче, ключ гаечный. Там это, затапливает школу. Вернее, холодно. Если бы ты знал, как часто у нас меняются учителя. Этот джентльмен из столовой каждый 10 минут таскает мне чай. Надоело. Ты все еще в счастье с теморским чудищем? Да мне все равно. Конфискат? Петарда? Тут нет ключа? Нет. О, лестница какая-то. А, это лестница для книг. Все понятно. Нифига тут нет. Вот дерьмо уже. 11 АМ. Давай еще в учительскую и все. Я даже не знаю, куда идти. Больше реально предметов нет. Ну, есть ящик, но его не могу разбить. Его можно разбить только, когда разрешат. Вы все еще тут, Петрова? Что за молодежь, пошла? Никакого уважения к учителям. Да успокойтесь вы, блин, Петрова. За диваном ничего не затерялось? Нет. А тут ничего? Нет, блин, я обожаю. Игры на время? Ну, вообще, сейчас что-то не то делаю. Ладно, побежали этот, музыку слушать. Или не слушать, а играть. Сейчас сохранюсь, наверное. Тут ничего интересного нет. Нет, нет. Ну, 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 ну. Это кто? А, все, понял. Я просто пытаюсь найти новые лица, пока не получается. Пока все старые. Хотя, может быть, здесь, конечно, где-то есть кружок. Но я к разбитым ящикам уже не подхожу дважды. Если что. Ну что, 12 часов. Даже час дня уже, я только пришел. Давайте попробуем. У меня вантус еще есть, его надо где-то использовать. А как его использовать-то на туалетах-то? Без понятия. Нет, нету этого возможности такой. И вам спасибо. Ну все, пошли играть, сохранился. О, меня сюда не впускали раньше. Может, тут что-то есть интересное. О, я ключ нашел. Нет, что-то лежит, блин, на диване лежит что-то. А то только мусор можно выбить, да? На смысле, бутылки. Я, кстати, купил стол охрененный для своей комнаты. Не знаю, зачем. У меня стула нет, а стол есть. Ладно, привет. Дадим им 15 минут. 40 минут спустя. Симоны, вряд ли они уже придут. И без тебя знаю. Хрен с ними, порепетируем вдвоем. Но тебе все равно придется выложиться на все 100, шет. Репетировать вдвоем с ней? Мне что-то неловко. Так, я справлюсь. Как с этим играется-то? Я не знаю. Че делать? Нормально. Вспомнил. Вы играете, попадаете во все ноты. Ого, что ты что, репетировал без нас? Симона испепеляет вас взглядом. Она явно сомневается в ваших способностях. Спокойно. Отлично. Вы тоже испепеляете ее взглядом и продолжаете играть. Хм. А ты у нас крепкий орешек, шет. Вы случайно пинаете стойку инструмента. Ой, ё. Синтезатор медленно соскальзывает со стойки. Да раньше ж надо было... Ё-моё, я забыл, что надо потом догонять. Подхватив инструмент одной рукой, вы продолжаете играть другой. Ну ты выпендрежник, шет. Слушай, ну ничего так норм, конечно. Ты меня прям удивил. Это сарказм? Да ты чё, какой сарказм. Дай-ка я тебе шмеп синергией угощу. Давай. Фух, выкрутился. Она притягивает вам банку. Протягивает. Спасибо. Я пока не очень хорошо знаю Симону. О чём бы мне её спросить? О жирафах. Почему тебе так нравится жираф? Ну, как-то раз в детстве предки сводили меня в зоопарк. Там был жираф. Я сидел у мамы на руках, а он подошёл к нам и дал погладить себя полностью. Жирафы такие милые и классные. О чём бы мне ещё спросить? В отношениях? Мне интересно, а ты с кем-нибудь встречаешься? Чё? Нет. Я никогда ни с кем не встречалась и не планирую начинать. Какая принципиальная. О чём бы мне ещё спросить? О жирафах? А почему тебе нравится жираф? Этот вариант безопасный, по крайней мере. Ладно, пока. Я пойду, у меня дела. Спасибо тебе за компанию. Да, погуляй. Другого раза не будет. Хотя, я сто лет не была в кино. Там сейчас идёт один ужастик. Лошадь, которая улыбалась. Страшно звучит. Хочешь сходить? Да. А давай. Клёво. Встретимся в среду на автобусной остановке. Это возле столовой. Смотри, не заблудись. До встречи. Так, репетиция завершена. Вон там лежит, по-моему, гаечный ключ, нет? Может быть, и да. Встретимся в среду на автобусной остановке. Это возле столовой. Смотри, не заблудись. До встречи. Так, ещё один КВС добавился. Вечеринка в среду вечером. А как мне успеть и туда, и туда? Решётку для гриля. Хрен его знает, где её искать. Праздничный торт. Яйца тоже не знаю, где искать. На стол я не зайду туда. Драм-кружок мне закрыт. Да, драм-кружок или нет? Да, общежитие драм-кружка. Помойщу-борщику. Я пытаюсь. Может, ему нужна помощь с работой, но я должен буду управиться за одну временную петлю. А может, мне надо временную петлю активировать, и поэтому мне нихрена не получается? Скорее всего. Симона пригласила меня в кино на ужасик. Думаю, в этой временной петле я напомню только о том, был Илья на репетиции. Как это работает? Какой петле? Может, попробовать всё-таки это, да, хрень эту? Может, давайте попробуем? Давайте, наверное, на всякий случай сохранимся. Пойду сейчас нажму вот эту фигню. Это там улет. Может, с ним надо работать как-то? Так, давай, сохраняется. Нажать здесь его? Так это амулет, подождите. Это перезапуск, смотрите. Всё уж на свете, да, получается. Все найденные предметы останутся у вас, но люди забудут, что вы с ними разговаривали. Нет, я не хочу вернуться в прошлое. Это, я так понимаю, если я не успеваю вовремя выполнить задание Кракена, да? Или нет? Я не знаю. Пошли посмотрим на эту. Сейчас, куда я хотел побежать посмотреть. Что делаешь? Я не могу проломить из-за стену. Я хотел посмотреть это. А ну где у нас Кракен? Покажите, у нас Кракена. Кракен у нас находится вот тут. Это вниз, 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 вниз. Там же сектанты были, помните, ночь? Что днём сейчас там? Просто интересно, что там в днём. Ну давай. И квест, я так понимаю, это у нас на сразу 4 временных петли, да? Они разбросаны. Я так понимаю. А ты кто? Я люблю гривной дождь. Гораздо больше, чем солнце. Мне даже всё равно, с кем встречаться, лишь бы мы оба любили гривной дождь. Ладно, меня сюда не пустят, понятно. Люби дальше свою гривную дождь. А мы пока сюда. Ну уже вечер, в принципе. А нам сегодня во вторник ничего. Вот это вот, кстати, ещё. Может, это сюда? Нет. У меня есть отличный вантус. Лучше не надо. Почему? Не знаю, что за куча. Возможно, нужен этот инструмент. Что? Нет, уж большая рука моя туда не полезет. Ладно, как хочешь. Вот сюда меня не пускали, да? О, костёр тут у них. Он тут, собственно, и был. Ну и помойка. Руками тут лучше ничего не трогать. Ладно, мне тут, я так понимаю, нужен костюм. Костюмов у меня пока два. Больше меня никуда дальше не пустят. Ключи, карта мускружка, бейсбольная бита, амулет Кракена. Ну это понятно. Всё. Любовное письмо, это ещё рано. Козье молоко, сахар, нужные яйца. Не знаю, где их искать. Возможно, не в этой петле. Вантус пока тоже непонятно. Бинты пока тоже непонятно. Костюм пингвина у нас есть. И это самое главное, что нам нужно, чтобы выполнить срок задания. Которое заканчивается у нас где? А у нас вообще нет заданий. Странно. Странно, ладно, ладно, странно. Сейчас тогда посмотрим, что будет, если мы... Надо прокрутить время. Когда у нас там это... Любовное письмо, козье молоко. Подожди, нет. Любовное письмо, ключи. Мебель. Задание включи. Свидание в кино. Симона, думаю, в это времено петле напомнит только о том, был ли я на репетиции. А когда с ней встретиться? Написано было в среду, Ждана говорила, или мне показалось? Может, сейчас? Тут не написано в квесте, когда... Ну вот я пришел. Завтра, наверное, да? Ну, можем и завтра. Столовая и кабинеты учителя. Интересно, совместили, да. Ну ладно, давайте тогда немного пойдем вздремнем. Не знаю, до вечера что ли. Хотя уже 5 пм, сейчас будет уже совсем поздно. Все равно, да, попробуем. Так, ладно. Когда ее... Японскую культуру... Когда ее анимешницей называют... Не пиши мне, если не смотришь волшебную ведьму-принцессу. Ничего себе, это мне. Я не знал, что ты так здорово рисуешь фан-арт. Гав. Ладно, им там и так весело. Не поймаю, что здесь такие нищие. Это мы тоже видели. Это значит, ты перестал нервничать, что нужно стоять на одной ноге. Так, это мы тоже с вами сделали. Ну все. Я предлагаю сейчас будет 6 часов. Пойди, наверное, вздремнуть. До ночи. Или вечером будет... А ну еще раз. Для таких, как я. Симона пригласила меня в кино на ужасник. Думаю, в этой временной петле она помнит только что... О том, был ли я на репетиции. Все, младший уборщик это потом, когда найдем на стол. Потом сахар, молоко, яйца не нашли. Идеальный пикник. Пока что ждем. Сейчас будет 6 часов уже. Может быть, после смены времен суток все изменится. Думаю, сейчас все изменится, да? Вторник вечер. Осталось 36 часов. Пора спать. Кто-то выл, интересно. Кто-то выл на весь школьный двор. А ну, пошли, можно скинуть... Ой. Вечером тут совсем все по-иному. Здрасте. И этот, по-твоему, ножницы? Какая ты ж убогая. Чмошницы вроде тебя ничего, кроме обычных прыжков, и не умеют. Даже собака из худ кружка сможет попрыгать, как ты. Эрнадет, папину яхту любит, нищебродов не любит. Я принцесса, а ты нет. Понятно. Так, а ты с тобой что? Ладно, это я все уже слышал. Дальше смотрим, ищем что-нибудь, может быть. Может быть, где-нибудь что-нибудь. Как-нибудь, как-нибудь, где-нибудь. Понятно, туда меня не пустят. Пошли на остановку сходим. Тут, кстати, стол для пинг-понга. Можно сыграть, наверное, с кем-то будет. Ну вот я пришел, никого нет. Что за дела? Когда же мы на ужасик-то пойдем? После-после двенадцати, что ли? Сейчас я оббегу территорию, посмотрю, может кто-то тут завалялся. Либо в столовой, либо в учительской. Хотя, наверное, вряд ли. Ого! Да тут тусовка целая. Что за молодежь пошла? Никакого уважения к учителям. Привет. В этой школе учатся от небесдарь. Они даже вести себя не умеют. Особенно эта коняга. Я почти никого из них не знаю, даже по именам. Соглашиваюсь с питанием многих. Хромает. Вся надежда только на Надю. У Нади пробивной характер. Она далеко пойдет. А кто такая Надя? Мистер Саванович. Франшиза Орк. Горк и солнце не любит. Вампир, что ли? Мы не достойны такого шедевра, как Орк-Горк. Понятно. А что вы тут сидите? В этой школе учатся от небесдарь. Так, а с вами можно поговорить? Это все какие-то злые. У Нади пробивной характер. А кто такая Надя? Ладно. Ну видите, тусовка есть. Вечернее время даже здесь. А к директору что? Заперто. Ладно. Как скажете. Тут никого. Жди меня на остановке. Когда же тебя ждать-то на остановке-то? Так, с бомжем я не буду разговаривать. Все время кричит. Что у нас слева? Слева все тоже, ничего нового. Что у нас внизу? Сектанты в это время мне костюм надо достать, чтобы попасть к сектантам. Это дело такое, наживное. Сейчас проверю этих. Кракена и соседей. Куда меня не пустят, да, наверное? Прошу прощения, только для членов сообщества. Ладно, потом попаду обязательно. Обязательно побываю у вас. Хорошо, спасибо, прощайте. Ну все, я смотрел. Кто где сидит в это время. Ну не везде, конечно. Может быть еще здесь. Ну этот мужик постоянно здесь. Ладно. Здесь я тоже побывал. И там я тоже побывал. Все, пошли тогда спать. Это давайте в среду проматывать. Ничего тут у нас нет. Видимо это в другой временной петле. Эта фигня может быть. Хотя может и не быть. Может поспать до полной темноты. Попробовать тогда сходить. Хотя она говорила про среду. Может среда-ночь. Сейчас зайду обратно. Тут никого нет? Нет, в это время здесь никого нет. Но она наверное к лучшему. С туалетами фишку я не понял. Вантус не пригодился. Хотя он бы не помешал наверное. Так, этот класс закрыт. Ну все, я спать. Все, ничего нет вообще. Я так понимаю, надо ждать дальше. Дальше идти. Наряжаться в пингвина. И запускать это самое вот это. Где мы должны побывать. Привет. В моей комнате нет отопления. Поэтому иногда я сплю у костра на черном рынке с тиксом. Бывает. В моей комнате тоже нет отопления. Но лучше наверное так, чем под дождем у костра. Здорово. Пупурия нас иногда так утомляет. Но своим успехом я безон фанатом. Шед, ты хочешь вступить в мой фан-клуб? Ладно, давай я вступлю в твой фан-клуб. Может там что-то есть? Конечно. Я знал, что ты передумаешь. Но сейчас мне нужны не подписчики, а кое-что другое. Мой фан-клуб растет не по дням, по часам. Я не успеваю всем отвечать. Он становится в эффектную позу. Шед, будь моим менеджером. В смысле? Ты хочешь, чтобы я тебе помогал? Значит договорились. Твое первое задание помочь мне разобрать письма. Некоторые уже два месяца ждут ответа. Нам нужны будут марки. Приходи, когда найдешь парочку. Кажется у кого-то из спорткружка были марки. Ладно, пойду поищу. Но спорткружок меня не пустят. Поэтому, да, надо было сразу с ним соглашаться. Ты нашел марки? Фанаты ждут моего ответа. Нет, я не нашел твоей марки. Спорткружок? Кружок. Кружок меня не пустят. Как бы я ни старался. Кстати, а я же тут выставлял эту. А что она не сохранилась у меня? Непонятно. И юг еще я добавлял. Как-то сохраняется интересная игра. Ладно. Я тут пообщаюсь с кем-нибудь. Тут не с кем общаться. Где ее носит интересно? На ночное время. Это тут. Какой-то загадочный. Это тоже. Так, ну давай. Давай поспим. Сон это всегда хорошая идея. До рассвета. Шасяем, давай. Хотя надо было проверить. Проверить надо было поездку в кино. Ну ладно. Привет. Почему у нас в общаге нет туалетов? По ночам, когда приспичит, приходится через всю школу бежать. Да тут везде туалет. Заходи в любую комнату и делай свое дело. Целая куча писем. Ладно. Тут один большой... Опять он. Нет у меня ключа. Эти трубы у меня в могилу следят. Помочь? Вам помочь? А ты что, наш новый уборщик? Если да, 22 миллиметра. Понятно. Короче, он тут каждый день утром. Он здесь каждый день утром. Его можно здесь отыскать в любой момент, если что. И решить его проблему. Правильно? Правильно. Ну, утром надо нам найти сначала гаечный ключ. Но я думаю, он в какой-то из локаций. В какой-то одной из локаций. Это плачет стоит, да? Блин, опять место для пикника на главном дворе занято. Станислава отмечает нам свой день рождения. Да? Что бы это ни значило, мы обязательно проверим. Так, тут ничего нового. Ну... Привет. Ты знаешь, что на территории школы здесь некая тайная секта? Ее основали еще средневековьем. Да я их видел. У меня костюма нет. Я бы с ними пообщался. Так, здрасте. Вы опять тут? Дебютная песня полночного бунта «Просто глаз». Я так горжусь своими учениками. Что-то к вам никто на уроки не ходит. Вы заметили? Закрыто, да? Тут все тоже. Просто проверяю. Просто правильно. Мне вечером надо в костюме, да, прийти или когда? По-моему, да. О, тут уже землетрясение. Мы уже с вами, по-моему, не успеваем что-то здесь. Сегодня, кстати, последний день. Когда нужно все успеть. Да, без проблем, сейчас все успеем. Крокодил уже здесь. Крокодил скалился, зырнув на вас. Или зыркнув. Это кто за люди? Мы костюм скелетона конфисковали. Хорошо, что на вечеринку я могу пойти в другом. В черта уж точно никто не додумает нарядиться. А где твой костюм скелетона? Бабулька Тодорка меня подкармливает. Говорит, у нее ребра торчат. Или у меня. Пьер, тогда это твоя карта? Нет. Вообще-то, ты уже давно должен был освоить этот фокус, Пьер. Любит фокусы, других фокусников любит. Не любит, вернее, не показывает чудеса, будьте чудесами. Кто вы, люди? Изабель. Призраков любит, не любит новости. Наш мир населят существа, с которыми люди, к счастью, даже не подозревают, что они есть. А что они сами делают со всеми? Ну, добавляйте свою, и что? С вами же не поговорить ничего нельзя. Ладно. Крокодил скалится, зыркнув на вас. Это чьи-то ноги? Может, вытащить надо? У меня есть какой-то инструмент, я пытаюсь его везде применить. Но он нигде не работает. Давай попробуем. Вряд ли мне это возьмут. Так надо для человека спасти, ладно. Убирай. Привет. У меня в комнате настолько тонкие стены, что слышно, как дышит сосед. Но это уже чисто ваше, нищебродское. Мне не понять. Владимир, не мешай, я делаю сэфридля в Кракене. Как нам коса разогнать? Козы не дают вам пройти. По-моему, они пока никуда уходить не собираются. Ну, ладно, пусть не собираются. А, вот вечеринка здесь, да? Эх, я так хотел испечь Станиславу торт. Но ничего не вышло. Как не вышло? Но я ист не нашел, к сожалению. Собака на меня гавкает. Не люблю шумные праздники. Станислав. Любит деньги, не любит Николая. Который за ним ходит. Комишен открытый. По пояс 20 шлатинок. В полный рост 100 шлатинок. Роботов и фурии не рисуем. Понятно. Но у нас будет еще день. Я так понимаю, будем возвращаться сюда снова и снова. Пока не найдем четырех призраков. Поэтому мы можем яйца найти в другой временной петле. Правильно? Так, Николай вчера весь день доставал хозяев с столовой. Ну, думаю, правильно. Тут уже земля трясется вообще-то. О, можно в кино съездить. Ну, поехали. Ну что, идем в кино? Да. Хоть что-то сделаем. Идем. Ой, я не поеду на этом автобусе. Я не поеду на этом автобусе. Я предупреждаю. Или поеду. Поеду. Ого. А тут густо. Наш какой ряд-то? Я ничего не вижу. Сжимай в руках напитки снэки. Вы осторожно спускаетесь по лестнице. Сейчас, минуту. Почти идеально. Хорошо. 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 Все равно упал. Ой. Какой ты криворукий. Но хоть снэки уцелели. Вижу, ты правильно расставляешь приоритеты. Хе-хе-хе. У меня было идеально. Напомню, как кино называется. Лошадь, которая улыбается. Ремень классического ужастика. Кстати, сегодня премьера. И здесь может быть кто-то из актеров. Так что смотри, не опозорь меня. Ладно, ладно. Снэки остались-то. Я не очень люблю ужастики. Но ей об этом лучше не знать. Сейчас лошадь улыбнется. Фильм открывается кадрами лошади. Величество скачущей по полю. Вы жуете попкорн. Смотри, как я умею. Вы подбрасываете попкорн в воздух. Ну идеально же. И ловите его ртом. Попкорн попадает вам не в то горло. Вы чайно кашляете. Расмахивая руками, вы рассыпаете весь попкорн на зрителя, сидящего за вами. Что это совсем что ли, блин? Симона поворачивается назад. Простите, пожалуйста. Этот тупица. Погодите. Вы же играете в этом фильме. Вы тот парень, который погибает на американских горках. И как только лошадь поместилась в вагонетку. Симона берет у актера автограф. Ну нормально. Обалдеть можно Борислав Славович собственной персоной. Не благодари. Ой, затканись. Это не твоя заслуга. И попкорн надо по-человечески есть, дурень. Вы продолжаете смотреть фильм. Герои оказались в ловушке в цирковом шатре. Там темно. Лошадь преследует их со здоровенным тесаком. Сцена очень страшная. Все, нервы сдают. Я успел. Хоть что-то я успел сделать. Лошадь выскакивает из-за кресла. Мамочки. Вы с трудом подавляете бопли ужаса. И стискиваете подлокотник с такой силой, что он отламывается. Сколько лет этим креслом. Офигенная сцена, да, Шед? Да, очень эффектная. Ху, ну хоть что-то у меня получилось. Хотя там было идеально. Фильм заканчивается. Зрители громко аплодируют. Кино было незабываемое. И правда незабываемое. Ну, нормально. Еще и звезд повидали. Шед, ты умеешь удивить девушку? Да уж. Большинство парней не могут спокойно смотреть со мной ужастики. Похоже, не такой уж и лошара. Спасибо. Я всего лишь упал. И разбил себе лицо. Симона. Получен значок дружбы. О, прикольно. Наверное, на что-то это влияет. Седание в кино. Ура, мы это сделали. Невероятно мы это сделали. Так, и сколько уж у нас в задании-то осталось? Письма от фанатов. Найти марки. Марки это спортклуб. Младший уборщик. Я не знаю. Но я должен буду управиться за одну временную петлю. Слушайте, а как это управиться за одну временную петлю, если младший уборщик? Где его убрать-то? Вот эта зараза должна быть... Ключ этот должен быть. Он, кстати, должен выполниться сейчас. Потому что потом я не успею. Хотя, кто его знает. Может, я успею. Положить письмо на стол. Ну, это когда откроется драм-кружок. Сахар, яйца. Странно, что с яйцами не решил вопрос. Брокколитян хочет сходить на пикник, берегу по неделю к утрам, но не решетки для гриля. И гриль тоже непонятно где. Вечеринка. Отправились на вечеринку в заброшенной общаге вечером. Я достал костюм пингвина из кабинета директора. Теперь можно пойти на вечеринку. Ладно, мне надо спасти школу от уничтожения. Ну, ладно, это все решается. По бочку надо развязать как-то. Как я ее развяжу? Где мне найти ключ? Тут же больше мест нет, с кем взаимодействовать. Купить его нигде нельзя. Пипец плакат какой-то купил. Автоматически купил, представляете? Само пошло. Крокодил скалится, зыркнув. Ну вот, что-то крокодила полно стало. Ладно, фандомат сдать бутылки. Хоть что-то сдам. У нас, кстати, больше ничего не светит. Кстати, этот плакат я, наверное, в комнате могу повесить. Да, мне кажется. Непонятно, где находится ключ. Если мне надо за одну временную петлю его развязать. Это задание. Может быть, сейчас он в среду утром в столовой? Ну, яйца, это понедельник утро. Это мне яйца надо найти. Я не знаю, как мне их найти. А, сегодня же никого нет в столовой. Сегодня же среда. Здрасте. Не советую воду здесь пить. Да? Куча чайных принадлежностей. Ладно. А ты что скажешь? Тарелки тут не моют. Считай, на халяву за кем-то доедаем. Ну, да. О, это кто? Хозяин столовой. Прошу, молодой человек, чашечка горячего чая. Меня укусил крокодил. У меня кровь идет. А, он же сегодня работает медсестрой. Мне нужна перевязка. Ученики спорткружка. Тихо. Невежливо так кричать. Выпекай чашечку Эрл Грей и успокойся. Уф. Так, у меня есть задание. У меня есть, вернее, как помочь. У меня есть же это, как его. Где она? Вот она у меня есть. Бин, ты у меня есть. Держи, приятель. Возьми вот это. Ой, как ты, кстати, их принес. Ну что, перевяжем твою страшную рану? Да, пожалуйста. Отлично, мы помогли. Ну вот и все, теперь целехоньки. Будто тебя не кусал никакой крокодил. Все, брысь отсюда. Погодите. У меня же сломана рука. Надо зафиксировать кое, чтобы она правильно. Пока-пока. Она ко мне, что с этого, что я помог. О, хозяин столовой. Какие требующие ученики пошли. Спасибо за помощь, дружище. Получен значок дружбы. Кстати, это второй уже. Первая помощь. Задание завершено. Спасибо за помощь. Лучше бы мне ключ бы дал. Ты мне этот... Ключ бы дал от... Чтоб можно было помочь, починить. Так, ладно. Так, у нас уже два значка. Бомж теперь с нами вообще дружить должен. Вот эта фигня должна еще, наверное, открываться как-то. Так, а что у нас в учительской в это время? В среду. Как обычно. Как обычно. Компьютеры не рабочие. Тут я все сломал. Тут как будто что-то лежит на диване. Но нет. Ничего тут не лежит на самом деле на диване. И тут ничего не взять. Ладно, пошли дальше. Это ж представьте. Будет открываться больше и больше локаций. И мы с вами будем видеть больше разных событий. Значит, получать какие-то, я не знаю, еще предметы, я думаю, могут быть. Привет. Это я уже слышал. Странно, что в конфискате ничего найти больше нельзя. Ну ладно, мне вечером надо явиться на вечеринку. Поэтому вечером и ломанемся тогда-то. А вечер уже скоро. Я еще не все оббежал. Пошли к бомжику зайдем. Что он скажет по этому поводу, что у нас уже два значка доверия. Ты кто такой? Не то ли мое барахло? Бомж-чел немного поколдует над ПО фандомов. Они начнут быстрее перерабатывать бутылки. Я получу еще. Давайте купим. Я не знаю, я сейчас потрачу все деньги. Уже потратил. Что-то забыл, что хотел сказать. С возвращением Евгений. О, 3 из 6. Чтобы разблокировать получше значки дружбы. Ну все, еще раз помочь какому-то учителю. И у нас будет супер фандом. Который быстрее перерабатывает бутылки. Хотя к нам от этого не холодно. А тут ничего нет в машине. Это не гаечный ключ? Нет, лежит. Крокодила подсюда выгнать бы нафиг. А больше нет, интересно. Ох, тут все трясет-то. Все трясет-то. Вот там кто-то застрял. Вот этого чувака надо вытащить. Так у меня нечем. Любовным письмом его тряснуть, что ли? И Владимир все фотографируется. Этих я вообще отогнать не могу. А может и не стоит пока отгонять. Там все понятно. Здесь я тоже общался. Сюда меня не пустят. А с этим мужиком я общался. Ну там я тоже был. Там костюм нужен. Костюм новый, не знаю где брать. Ну что, ждем вечера. А уже и вечер, собственно. Уже начинает вечереть. Ну а давай переодеваться в костюм. Может уже пора. Реально пора уже. А подождите, я поеду. Пойду, вернее, повешу этот плакат. Я же случайно купил за тысячу. Мне теперь опять нужны деньги. Так, с тобой я общался, да? Встречал. С тобой тоже, да? Привет, Шет. Ты в группе единственной, на кого можно положиться. Сегодня мы зажжем. Да. А, у нас же сегодня выступление. Ну да, я готов, в принципе. Так, моя комната. Это не моя комната. А это вообще не моя комната. Ну поехали отсюда. Где же вообще жить? Я какой-то плакат нафиг купил. Зачем мне этот плакат был нужен? Нафига мне этот плакат был нужен. Вам чего? А, вы все про туалеты. Понятно, понимаю. Вещь серьезная. Так, вот тут, наверное, плакат надо повесить. Да, он закрыл мне дырку. Нашей группой, между прочим. Ну это, я так понимаю, чисто для... Да, символически. Украшаем комнату. Есть, есть. Нету, нету. Да, да, нет, нет. В общем, посмотрим. Тут мы тоже со всеми пообщались. Вот эти плакаты можно срезать. Слушай, у него ничего не прячется, нет? Нет, даже ничего. Ну что, сколько там уже времени? О, сейчас еще полтора часа и спать не надо. И можно будет идти. Попробуем хотя бы, как работает первая временная петля. Как это все проворачивается. Может, мы все зря делаем здесь? Сейчас провалим все. Да я понимаю, что занято. Нет у меня этих продуктов нужных для тебя. Уж поверь. Хоть кино сходил же хорошо. Блин, тут тряска серьезная. Ну что, час остался? Все, час остался, я готов. Давайте. Час готов, я остался. Здесь уже. Давайте переоденусь. Давайте переоденусь. Никто ж не против? Коза не дает вам пройти. О! Кто это? Кто это? Твою ж дивизию. Вот тварь. Вы видели, кто-то проехал? А я не успел его схватить. Кто-то на велосипеде погнал. Нормально. Блин, не успел среагировать. Тогда это твоя карта? Нет. Вообще-то ты уже давно должен был освоить этот фокус пир. Ладно. Блин, не догнал чувака на велике. А когда он едет, интересно? Вечером в четыре часа возвращается назад. Ладно, и мы готовы. Давайте пройдем это испытание. Каким бы оно ни было. Среда вечера, осталось 12 часов. А, меня все равно выбрасывают назад. Замечательно. Я хотел возле этого встретить вечер. Ну, как получилось. А что вечером происходит в среду в нашем мире? Вообще никого нет. Нет, есть. А ты замечал, что рыбных палочек в одной пачке всегда несчетное количество? Чтобы мы покупали сразу по две пачки, если захотим когда-нибудь кого-нибудь угостить. Ну, короче, понятно. Каждый день где-то кто-то находится в определенном причемном месте. О, привет. Что еще происходит? Откуда у нас землетрясение? Я не трусиха, конечно, но хочется свалить отсюда подальше. Что знает-то? Так, толстый стоит там, поэтому нам не сюда. Тут я был, тут был, тут еще не было. Ладно. Я зайду еще здесь. Осмотрю, среда вечер все-таки не был. Тоже никого нет, да? Да, тут никого нет, все нормально. Просто надо знать, где кто находится, в какое время. Все, пошли. Это хорошо, нам еще недоступна вся территория, если по всей карте бегать, вот этого проверять. Еще какие-то ямки, кучки. Крокодилы. Парочка стоит. Чувак, девчонки, поди в очередь выстраиваться ради свидания с тобой. Я не хочу на свидания с поклонницами. И не хожу на них. Так, меня уже ждут. Вон, брукали уже есть, уже можно. Уже можно идти. Сейчас только осмотрюсь. Меня больше интересует вот это место. А в этом костюме меня не примут, да, эти ребята? А, их тут и нет еще. Они ночью здесь бывают только, да, походу? Тут лучше ничего не трогать. Да, здесь, по-моему, они ночью только бывают. Ладно, goodbye. Брукали уже стоит, уже можно отправляться. Куда мы там бы не шли? Время еще есть. Сейчас успеем, я думаю. Мужика так никто и не вытащил. А тут ничего не оставили, не бросили, нет? Кто это? Изабель. А, по ночам присутствие духов ощущается сильнее. Надеюсь, они придут ко мне на пикник. А, если бы у меня был бы костюмчик, вот, наверное, вот так это и работает. Ну, нет, у меня костюмчика, там, скелетона какого-то предлагали. Это кто? Охрана никого не пускает, драмкружок. А мне просто было интересно, правда ли там так круто, как все говорят. Что-то, мне кажется, там не так круто, как все говорят, просто выпендриваются. Уж поверьте мне. О, здесь тусовка. Я подумаю набить себе на лодыжки луну. А я как раз на днях нашел на помойке тату-машинку. Могу набить тебе татуху за сто шлотинок. Не надо, не хватало еще гепатит подцепить. Ладно, сейчас еще зайду в учительскую. Тут никто никуда не едет, ночное время нет. Этот спит, как обычно. Лучше его не трогать. В этом месте. Тут что-то, как обычно, охраняется. Можно это выключить. Но тут ничего нет интересного. Снотворное мы уже забирали. Проверить сейчас. О, танцевать. Это кнопка у меня, видите? В костюме я могу танцевать. Кнопка Б. Активировалась. Но это я уже совсем готов к вечеринке. О, а вы кто? Тренер... А, понятно. Этот гаденыш Тикс плохо влияет на Милу. Тихо, тихо. Мистер Уислер. Может он и кажется не очень приятным человеком, но я уверен, он парень хороший в глубине души. Да, он же вечно обманывает старушек. Бабулька Тодорка на него ни разу не жаловалась. Так это потому, что ее хрен проведешь. Мистер Уислер. Любит своих учеников, не любит парикмахеров. Художника может стать каждый. Ладно. Может он и кажется не очень приятным человеком, но я уверен, он парень хороший в глубине души. Ладно, ладно, ладно. Блин, тут нельзя... Нельзя дважды нажимать. Так, и тут еще какая-то тусовка. Госпожа Петрова. Ох, ох, ох. Мне кажется я уже давно разучилась. Я же не пела целую вечность. А ты представь, что к тебе в замок нагрянули крестьяне с вилами, и тебе приходится отбиваться. В момент быстро вспоминаешь, что делать. Они песни репетируют, да? Да, они песни репетируют. Ладно. Вот что они делают в среду вечером. Четверга, кстати, нет. А, кстати, директора не проверил. И поэтому обедов нет в четверг. Вы заметили? Я теперь понял почему. Обедов-то в четверг нет. Потому что конец света в среду. Ну все, я готов. Пошли. Пока еще время есть. А то сейчас везде опоздаем. Я не знаю, сколько там нам надо провести времени. Я правильно бегу? Нет? Нет, конечно. Все гремит нам сюда. О, козы ушли. Привет. Стой. Опять едет кто-то на велосипеде. У тебя получилось. Ты правда пробрался в кабинет директора? Было легко. Ага, вообще без проблем. Ясненько. Ладно, чего мы тут с тобой топчемся? Пойдем, я тебе покажу, где у нас вечеринка. Сразу после этого начнется твоя миссия. Как только ты войдешь, время остановится. Напомни, когда приступишь к своей миссии, ты не сможешь выбраться оттуда, пока не выполнишь ее. Ты готов? Пока нет. Подожди. Сначала мне нужно кое-что сделать. Хорошо, возвращайся скорее. Сейчас, 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 сейчас. Стой. Уборщика поймал. Я занят скет важными уборщичьими делами. А, это уборщик ездит. Я думаю, кто это, блин, здесь носится? Вот пипец. Но я его поймал. Быстро довольно ездит. Ладно, сейчас сделаем сохранение и пойдем. Поехали. Деньги есть хоть на него? По-моему, да. Я как-то меня сохранил, а сохранение... В последний раз странно. Так, ладно, подождите минутку. Что нам нужно делать? Нам нужно, 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 нужно идти сюда. Идти на вечеринку, потому что нам уже все. Все равно. Время заканчивается, и это наш последний шанс. Если бы у меня не было костюма, я так понимаю, мы бы проиграли, да? Или пришлось бы амулет использовать? Ладно, давай. Давай. Я не совсем понимаю, о какой миссии идет речь. Но я готов. Тогда пошли. Пошли. Это вечеринка? Это старая общага, да? Я так рада, что ты пошел со мной. Одна эти не хотела, а вот все бы подумали, что у меня нет друзей. Обожаю костюмированные вечеринки. Как тебе мой костюм? Очень мило. Ты в нем милашка. Правда? Надеюсь, остальным он тоже понравится. Я долго думал, а стоит ли вообще наряжаться в чудовище Франкенштейна. Ну да, она сшитая теперь, ведь и нитки добавились. Нам еще сегодня на сцене выступать. Даже не знаю, смогу ли я играть перед парнем, который мне нравится. Ладно, проехали. Идем на вечеринку. Увидимся внутри. Подождите, надо что-то найти. Вечеринка-то хорошо, конечно. Нам что-то надо найти. И... Вау! Бутылки, например. Вау! Собирай, собирай. Это потом поменяем. Я все деньги потратил, не пойми на что. Ну все, я готов. А, так тут еще такой же. Там король какой-то стоит. Или это уже вечеринка? А, это уже вечеринка. Уже все в костюмах. Привет. Почему вип-зону пускает только учеников из драмкружка? Меня бы хоть впустили бы. У меня больше 10 тысяч подписчиков в Кракене. Охранники вип-зоне не похожи на силачей. Димитрий. Димитрий справится с ними в два счета. Бифкейк тоже умеет драться. Я учил его тхквондо. На месте разберемся. Идемте. Могу помочь, конечно. Могу, конечно, помочь. Но попозже чуть-чуть. У меня дела. Я собираю ресурсы. Так, хорош. Подожди, еще тут просто. Какой-то куст. Ты кто? Охрана, да? Да, охрана. Подожди, поговорю с царем. Пьер. Да куда он мог деться? Помочь? Ты что потерял? Ну, где там мой пропуск? Я не хочу тусоваться со всякими лохами. Ой. Ты там не? Ты ведь ходишь в один из этих вонючих кружков ленищебродов. Отвалий. Ну, стой себе. Раз не хочешь с лохами общаться. О, окошка черная. Вот, да. Мы ее уже раз видели. Кот сосредоточенно смотрит в окошко. Погладить. Вы осторожно гладите кота. Он дергается и злобно глядит на вас. Эх. Ты нужен? Не покусал тебя и хорошо. Мог их скусать. Так, тебе пропуск надо найти, нет? Или ты и сам разберешься? Ладно, мне некогда. Раз мы лохи, тогда до свидания. Тут что-то торчит из машины. Это не то. Все, я готов. Пошли дальше. Он внимательно смотрит ваш костюм. Ладно, придраться вроде не к чему. Проходи. Войти. Подожди. Как хочешь. Я пока не готов. Мне кажется, здесь можно найти его пропуск. Вот мне что-то подсказывает. Шестое чувство. Хотя, зачем он мне нужен, этот пьет? Вот, видите, что-то нашел. Наверное, где-то в кустах валяется. Вот я вам гарантирую. Или под деревом где-нибудь. А может и нигде. Вот тут бы я его оставил бы, наверное. Ладно. Не знаю, где твой пропуск. Походу, ты не войдешь. Был бы ты подобрее, я бы тебе помог. А так я только кота вижу. А что кот здесь делает, не могу понять. Похоже, не хочет, чтобы его беспокоили. Да, собственно, ладно. Ну все, удачи. Удачи. Ты ведь хочешь один из этих... Вон еще кружков для нищебродов отвали. Ну ладно. Все, я готов, да. Спасибо. Только без фокусов там, понял? Постараюсь. Так, мы вошли в хлев. Ну это заброшенная общага, конечно. Ох, да тут весело. Народ вошел. Там вип-зона, да? Наверное, да. Ну что, я на вечеринке. Ё-моё. Вы гляньте на этого лоха. Тупать сюда чудик. Если хочешь тусить с беспечными ездоками, найди костюм получше. Все, мне все еще не нравится это название. Можно уже это снять? Чувствую себя полным идиотом. Погоди, ну чего ты? Классно же тусим. Вообще-то не очень. Сколько агрессии. Мне правда нужно пописать. Где же здесь туалет? Ой, не ходи туда. Владимир такой няшка. Я очень жду выступления его группы. В такой прикиде ты никогда ничего не добьешься. Одеваться нужно как на работу своей мечты, а не как на настоящую. Не пей, шмепси. Рептилоиды добавляют в нее микрочипы. Попьешь газировку, а не прочтут твои мысли. А наночипы? А про наночипы ты что скажешь? О, господи. Давай не будем об этом. Жалко, что тут нет автомата с DDR. Я бы всех уделал. Это туалет? Территория беспечных ездоков. Только для членов банды. Лохам ход запрещен. Беспечные ездоки. Меня туда не пустят. Я не лох, я бутылки собираю просто. А бутылки всем нужны. Мне комнату надо обставлять. Красиво. Жалко, что у меня нет вип-пропуска. Говорят, у них там надувной замок. Надеюсь, эти засранцы выпивку с собой не протащили. Почему здесь наливают только шмепси? У тебя есть какие-нибудь новые редкие карты? Дима-кун. Димитрий. У Димитрия есть две одинаковые карты. Лулу, ведьмы, принцессы, мыло. Димитрий готов обменять одну. Мм, это неплохая карта. Обычно Димитрий дерется с медведями, но теперь он и сам медведь. Димитрий ничего не понимает. Так, добавили мы его. Проигрывать в драках он не любит. Это спортклуб, да? Ладно. Так, тут можно выпить, кстати. Я бы не стал это пить. Да, я бы не стал это пить. Концерт группы «Полночный бунт». Это дебют для их, нового участника, по имени Шет. Пианиста мирового уровня, пихтитель девичьих сердец. Похоже, сегодня от меня многого ожидают. Я думаю, такого костюма больше ни у кого не будет. Костюм супер. Твой костюм гораздо лучше, чем у других. Правда? Спасибо за поддержку. Пожалуйста. В туалете какое-то стрёмное щупальце торчит у санитаза. Может, лучше в женский пописать? О, это, наверное, ко мне. А это что у нас тут? Территория зверюшек. Только для членов банды. Но брокколетян может зайти. Понял. Ладно, пошли сначала в туалет зайдём. А чуваки, он, прорвались, смотри. А, туалет вот, наверное, да? Я первый сюда пришёл. У тебя и так фоток уже полно. Нарцисс несчастный. Красивого человека много не бывает. А вот в твою сторону вообще никто не смотрит. Вали давай. Сама вали. Веселитесь, да? Вали давай, сама вали. По-моему, веселятся ребятки. А тут у нас что? Дискач. Зацени. Бифкейку нехорошо. Он здорово танцует. Спасибочки. Мы с Бифкейком два месяца разучивали этот танец. Бифкейка шатает. Я ужасно танцую, но мне всё равно в кайф. Я ужасно танцую, но всё равно в кайф. Этот парень фигово танцует. А смотрите, как я. Как вам? А? Ладно, хватит. Хорошего понемногу. Талантов много не бывает. Пойду, наверное, сейчас в туалет. Где-то туалет. Туалет. Вот это туалет. Это женский туалет. Я не буду здесь писать. Никто не заставляет писать. Ну, в сроке проверь, да и всё. Привет. Я так не могу. Мне сегодня выступать. А я всё думаю о нём и не могу перестать плакать. О ком? Вообще-то это личное. Она снова схлипывает. Вытешить. Не переживай. Мы же не дадим ему испортить тебе вечер. Брокколитян шмыгает носом. Я, наверное... Мне нужно как-то отвлечься. Здесь ведь была комната с видеоиграми. Не знаю. Это женский туалет. Я не буду здесь писать. Так писать не обязательно. У тебя ж есть вантус. Лучше не надо. Почему? Ну, может, ещё раз? Блин, дальше что-то нельзя. Ладно. Может, всё-таки попробовать третий раз? Может, третий счастливый? Лучше не надо. Ладно. Это мужское должно быть. Шэд, мой верный ученик. Приди и найди меня. Чё? Какого фига? Ты где-то в туалете? Хракен вздыхает. Само собой. Давай, тыщи меня. Бомж, что-то происходит. Привет. Он вырубается. Ась? Ты кто такой? Не трой мое барахло. Что вы тут делаете? Как это что? Живу я здесь. Где в туалете? Ладно. Извините, бутылки. Приконяться. Так, мне надо подписаться сначала. Извините. Вы видите, что на унитазе плавает карточка. Руками я туда не полезу. А, у меня есть ван... Наконец-то его применил. Лучше... Блин, да как же это? А чем же что-то лезть, если не в антусу? Ну, нет у меня другого. Любовным письмом? Ну, ладно. Привет. Что за прикол? Привет, Шэд. Я пришел помочь тебе с твоим заданием. С каким заданием? С каким еще заданием? Спасибо, что спросил. Мы должны помочь Броку и Тян достичь душевного равновесия, чтобы освободить духом узкружка. Шэд, просиди, чтобы ее группа выступила сегодня на сцене. Для этого надо поговорить с каждым участником группы. Ты уже заметил, что все на этой вечеринке разбились на две банды. Подружись с ними. Сделай вид, что тебе нравится с ними тусоваться. Ладно. Нужно подружиться с милыми зверюшками? Блин, да что-то не работает. Ладно. Ладно. Слушай, у тебя ничего нельзя купить? А вы кто? Простите, а вы кто? Я Пьер, великий волшебник. Не ври. Пьер там. А, Пьер. У него карточка Пьера. Поэтому бомж пошел. О! Шэд, какой кавайный костюм. Можно глазки потрогать? Да ну дурацкий какой-то. Кигуруми. Привет, пингвин. Мы хотим поиграть. Шмепси-понг. Димитрий приглашает тебя поиграть с нами. Да, давай с нами. Поиграй с нами, поиграй. Давайте. Ю-ху. Милые зверюшки рулят. Значит, основное задание. Переполох у милых зверюшек. Так, значит я сдам бутылки, а то они давят. Хотите сдать бутылки на переработку, да? Идет переработка. О! Вдвое больше теперь после улучшения мне бутылок дают. Блин, надо было тени сдавать. Вот, е-мое. Ну ладно, уже поздно. А тут у нас что? Эй! Без вип-пропуска сюда нельзя, понял? Так надо держать бутылки и обменять их, когда будет третье улучшение. Это что за фото? Не хочу фотографироваться, понятно. А куда она меня позвали? Сюда, наверное. Ух ты, меня сюда впустили. Игровая комната. Прикольно. А тут сидит это... Брокколи. Я круче всех играю в Систер Мэш. Могу делать любые комбо за всех персонажей. Выступи с группой. Я пора на сцену, концерт скоро начнется. Что? Нет, нет, я не могу. Сначала мне надо кое-то с кем поговорить. С кем? Не скажу, это секрет. Просто я стесняюсь к нему подойти. Все сложно, понял? Здесь только одна игра. С Систер Мэш? Никогда такой не слышал. С кем-то мне поговорить-то надо, ладно. С кем реально поговорить с ней надо? Собрать вместе рок-группу. Спасение мира. Сыграешь Мэм Сипон в комнате отдыха. Выяснить, о чем переживает Брокколи Тиан. Так может, ты все-таки расскажешь мне, о чем ты переживаешь? Не скажу, это секрет. Просто я стесняюсь к ним подойти, ладно. Найдем кого-нибудь тебе. Тут три комнаты. Что это за третья комната? Йоу! Что это за задний двор? Это ВИП-комната, что ли? Она так лопната, в которой нельзя входить? Или что это за комната? Не знаю. Сейчас, подождите, я тут соберусь. Обсобираюсь немного, посмотрю, что здесь выше. О! Там что, граффити с козой на стене Хлео? Ворота заперта, мне это не попасть. На тебя ключ нужен, ладно. А это что за дверь? Заперта, причем изнутри. Ладно, на тебя ключ нужен. Ну, а поиграем. Пинг-понг? Добро пожаловать. Давайте играть в Шмепси-понг. Чуля в команде с Дмитрием Куном. Только не пролейте Шмепси на мой костюм. С кем ты хочешь быть в команде? Я хочу быть с Дмитрием Юки. Владимир и Венди. Давай, Дмитрий Юки. Я присоединю к Дмитрию Юки. Просто Дмитрий, имя знакомое. Дмитрий всегда настроен на победу. И ты играй достойно. Шет, ты первый. Ну, не идеально, но так себе. Юки протягивает вам мячик. Мячик выкатывается и падает в чашку. Ловко, Шет. Мы ведь теперь возьмем другой мячик. Хрен его знает. Другого у нас нет. Упс. Владимир достает на свой платок и вытирает мячик. Моя очередь. Шет, надо его чем-то отвлечь. Ну, тоже неплохо. Слушай, Владимир. Признаю, тебе нравится ругаться с Симоной? Чего? Да как у тебя язык повернулся. Владимир швыряет мячиком в лицо. На вашей щеке появляется здоровенный синяк. Вы больше не чувствуете правую половину лица. Да за такое оскорбление. Ха-ха, вот это ты его раздраконил. Теперь бросает Дмитрий. Надо из своих как-то подбодрить. Идеально. Дмитрий представь, что мы играем против медведей. Глаза Дмитрия темнеют. Злейшие враги Дмитрий. Он с силой бросает мячик. Стол ломается пополам. Шмепс летит на пол. А мячик все равно попадает в чашку противника. Ого, это ведь считается. Да. Выкусите, мы выиграли. Конечно, выиграли. Не идеально, но выиграли. Дмитрий очень гордится пингвином. Ладно, банда, нам надо обсудить план. Встретимся на заднем дворе. Как вы уже знаете, в вип-зоне есть надувной замок. И мы не уйдем с этой вечеринки, пока не напрягаемся. Да, блин. Дмитрий замок вряд ли выдержит тебя. Итак, что нам известно? Я слышала, что у кого-то на вечеринке крадены вип-пропуски. Ты в это веришь? Знать бы еще у кого он. По-моему, вранье это все. Значит, зачем вору торчать здесь и не развлекаться в вип-зоне? Надо действовать быстро. Если придется, Дмитрий ему врежет. Давайте как-нибудь без этого. Тогда мы с биф-кейком прокрадемся и стащим пропуск. Без обид, но мне кажется, биф-кейк привлечет слишком много внимания. Долго еще муссу лить будем? Я бы уже давно попивал газировку в вип-зоне. Ну так иди, в чем проблема? Похоже, они еще долго будут ругаться. Надо как-то самому решить вопрос с этим вип-пропуском. Дмитрий все равно вип-зона. Дмитрий просто хочет что-то там. Мы обязательно должны попрыгать на замки. Обязательно. Вип-зоне можно пофоткаться и выложить в кракене. Надеюсь, вип-зона стоит моего времени. Так, ну тут я уже все осмотрел. Собственно, да. Какие задания у нас появились? Найти вип-пропуск у кого? У кого? Я же уже всех обошел. Кстати, в этой комнате немного не осмотрелся. Тут, например, есть вот это. И вот это. Ну что, ты там как себя чувствуешь? Плохо себя чувствует. Ладно. Ну и у кого здесь есть вип-пропуск? Не у вас ли? Смотрите, какой-то стрел у нас в щупальца торчит. Спасибо за поддержку. Да, пожалуйста. Почему здесь наливают только шмепси? Не знаю. Я бы не стал это пить. Может, сейчас что-то подлить надо? Возможно. Группа, а вы будете выступать? Остойная вечеринка. Давайте не будем об этом. Жалко, что тут нет автомата с DDR. Ладно, ладно, ладно. Спокойно. Территория обеспеченных языков. Только для членов банды. А лохам не входить. Владимир такой няшный. Я очень жду выступления в группы. Жалко, что у меня нет вип-пропуска. Говорят, у них-то надувной замок. Надеюсь, изостранцы выпивку с собой не протащили. Ну что, тут остался женский туалет и неженский туалет. А где ж мне искать? Я в туалете том был. Так подожди, там вип-пропуск. Как я его достану без... Без... Ну вы поняли. Без приспособлений. О, так ты просто рукой залез. Вон и так добавлен вип-пропуск. Блин, да это несерьезно. Я уже бы сюда не заходил бы. Я бы думал, где бы его взять. Может, сфотографировать его стоит? Не хочу отдавать пропуск. Правильно, правильно делаешь. Ё-моё. Я бы сейчас искал какую-то селфи-палку. Или ещё что-нибудь. Я не сюда зашёл. Это же не дело совсем. Так, привет. Я нашёл ваш вип-пропуск. Кому отдать надо? Мы обязательно должны попрыгать. В вип-зоне можно пофоткаться и выложить в кракен. Может, мне надо отдать его, да? Открыть заднюю дверь вип-зоны. Блин, самому надо открыть. А, так она здесь. Вот же ж она. Открываю. Ё-моё, изнутри. Значит, с другой стороны. А как я открою заднюю дверь? Без пропуска. Ну, вернее, с пропуском. Там же охрана стоит. Она же вот здесь прям стоит. Привет, я могу. У меня есть вип-пропуск. Эй, без вип-пропуска себя нельзя. У меня есть вип-пропуск. Эй, ты. Лё. Посмотрим, посмотрим. Спасибо, Пьер. Проходи. Пьер. Ха-ха. Пьер остался снаружи. О-оу. Привет, мелкий. О-оу. Надя, привет, сестрица. Чувствуешь себя не в своей тарелке, да? Чё-то попутал? Бернадетт. Чмошенький кис на соседней комнате. Жож, Бернадетт. Говорят, ты заделался приспешником Кракена, а, братец? Учеником Кракена. Пофиг. Ты не сможешь остановить грядущую шет. Без придурка вроде тебя мир станет только лучше. Грядущая? Ты тоже замешана, что ли? Очень хочется знать, да? Мне известны все тайны школы Кракен. Ты ничего не сможешь изменить. Тебе, наверное, хочется к мамочке, чтобы она тебя пожалела. Бернадетт хихикает. Э-э-э, разозлить. Са. Сильно головой ударилась. Что-то ты заигралась в этом своем драмкружке. Фу. Ты просто завидуешь, потому что меня мама любит больше. Всё, отвали. Аревуар, неудачник. Так, ладно. Надя, быть маминой любимицей. Любит, не любит задротов. Богиня. Угу. Привет. Где закуски? Я, пожалуй, отцу. Он тут быстро всех поставит на место. Бездомный в туалете просто стоит и мучит. У меня аж писать расхотелось. Чё тебе надо, брательник? Мне некогда. А где же этот Пьер? Жду его тут который час уже. Я Пьер, я за него. Слышь, ты, сотрудник Шмепси. Я. У нас пропала крупная поставка Шмепси. Твоих рук дело. И не пытайся отвертеться. Знаешь, что бывает с теми, кто переходит дорогу Совета Шмепси? Нет? Да-да, ха-ха-ха-ха. Ты чего, дед? Как давно я этого ждал. Драка затеялась. А дед неплох в своем-то возрасте. Держитесь от моего бара подальше. Это его бар, между прочим. Слышишь, уборщик? Привет. Как дела? Как вообще делаю тебе? А, к тебе не зайти-то? Не подойти? Иди-ка, извиняюсь. Мафиози. Что это за люди были? Они из самого опасного синдиката, занимающихся производством газировки. Советую тебе быть поосторожнее, Шкет. А можно мне Шмепси? Нельзя, да ладно. Хорошо, что мы живем не за плесневелой общаги, как лохи из других кружков. Родители купили мне вип-пропуск. Сто тысяч шлатинок. Для них даже не деньги. А это кто? Жанн. А, мы с ним виделись. Извини, друг, я тут занят. Я еще немного поиграю, а после ты расскажешь мне, что тебя беспокоит. Дорогая штука. Но я не рискну играть перед этими мажорами. Я уже два часа жду, что слышь, Шмепси. Где вообще официанты? А бармен, случайно, не работает в нашей школе? О, привет. Мисс Маркова, ну почему именно мне поручили присматривать за детьми? Как же тут громко. Как тенутворное. Кстати, стены можно разбивать. Только я что-то не могу его разломить. Интересно, почему. У меня не такой сильный удар. Я получил достижение попрыгунчик. Я счастлив. Так, давай открывать. Вы отпираете дверь. Братва, заваливайте. Заваливайте, говорю. Ура! Молодец, Шет. Мне уже интересно, что они здесь пьют. Да и девчата тут ничего. Надувной замок! Вместе с лошадью, да? Ну все, конец лошади. Упс, хорошо, что я попрыгать успел. Он еще и горит. Эх, Дмитрий тоже хотел попрыгать. Блин, Венди. Может это, ну... С лошади бы слезал сперва. А что, Бифкейку с нами уже потусить нельзя, что ли? Бифкейк пускает слюну. Класс. Настроение испорчено. Пойти, что ли, на сцену и подождать там остальных? Отлично. Первый участник группы готов выступать. Осталось уговорить еще троих. Шет, спасибо, что помог нам сюда допробраться. Мы тут кое-что нашли на вечеринке. О, кожа до кости. Инвентарь добавлен в предмет костюм скелетона. Мне он не очень нравится, но вдруг тебе подойдет. Каким-то образом этот костюм делает кого-то, кто его наденет сильнее. Мне кажется, ты сможешь даже проломить ту стену на надувном замке. О, это круто. Запах у него какой-то странный. Но ощущения прикольные. Переполох завершено. Переполох у беспечных ездоков. И что, я теперь могу бить сильнее, да? О, так там и пару стен у меня есть. Вау, научный клуб. Емертье? Атмосфера в этой комнате какая-то жутковатая. Слушайте, бутылок теперь втрое больше выпадает в этом костюме с этих... С мусорок. А может и нет. А что тут происходит? Что это за странные символы? Я как будто бы их где-то видел. На геймпаде, по-моему, да? Круг? Ну да, желтый, красный. Вот сейчас смотрю. Нет, зеленый. Зеленый еще должен быть. Ладно, привет. Вы нашли на столе рваную страницу. Дорогой дневник. Кракен слишком на меня давит. Мне он не нравится. Но я уже догадываюсь, кто же тот предатель. Надо придумать способ поймать его с поличным Алекс. Это предшественник наш. Блин, это точно я пипсайку. Тоже мы пришли. Был предшественник, охотник на ведьм. Так а нафиг нам что это такое? Зачем нам здесь? Что мы тут забыли? Ну, костюм это круто. Мы теперь можем с вами проламывать стены. Есть там еще одна стена, которую нужно проломить в реальном мире. Но это уже будет в следующей временной петле. А больше стены я тут не видел? Не знаю. А ты что сидишь здесь? Я просто хотел развлечься. Бихкей покашливает. Спасибо, Бихкей. Мне стало лучше. Почему именно мне поручили посмотреть за детьми? Меня это бесит, пони. Только Венди не говори. Димитрий все равно надавной замок. Он найдет себе другое занятие. Может кто-нибудь захочет поворотиться на руках? Дорогая штучка. На я не рискну играть возле этих мажоров. Так, вот это кто? А, это Бернадет. Все, отстанет мне. Так, ну что? Я теперь могу войти, так понимаю, во вторую комнату. Следующую, вернее. Привет. Я никогда не в комнате отдыха. Давай, круто, окей. Круто, давай. Кастадин и Симон играют в группе. Заодно попробую говорить их выступить. Ну давай, че. Отлично. Идем в комнату отдыха. Так, второго сейчас уламывать будем. Костюм у меня теперь модный. Подождите, я осмотрюсь. Тут бильярд. Хотел бы поиграть. Может как-нибудь позже, когда найду с кем. Нет, бутылок столько же. Так я не пойму, а те символы, это что-то важное или как? Бильярд. Кумна-то банды. Ладно, давай. Привет, к нам присоединяется Шет. Иду сюда. Так, моя очередь. Я никогда, нет. Я бы две бутылки не подобрал. Не обсирался на людях. Не пить. К счастью, я тоже. Николай делает глоток. Избавьте меня от подробностей. Николай, ты что? Ты открыто в этом признаешься? Шет, твой ход. Что-то незаконное. Я никогда не крал ничего из магазина. Николай и Симона делают по глотку. Неудивительно, это же Симон. А вот ты, Николай, меня разочаровал. Слушай, я не специально. Я в итоге все вернул. И? Хотел бы я забыть все, что сегодня о вас узнал. Что теперь? Вечеринка до смерти скучная. Давайте привяжем петарды к лапам крокодила и выпустим его на сцену поплясать. По-твоему, это прикольно? Это же жестокое обращение с животными. Еще предложения будут? Шет, может ты что-нибудь снаружи найдешь? Возьми с собой вот это. О, я знаю, где это применить. Где ты его взял? Не спрашивай. Ладно. Ладно, я взял. Бутылки забрал. Подождите, еще одна мусорка. Ого, 55 штук. Так, а бильярд у нас не появился, нет? О, можно с вами пошпилить. Лучше не надо. Понял. Станислав притворяет, что теперь меня не может... Терпеть меня не может, а сам он как охотно со мной тусит. Других-то друзей у него нет. Заткнись, давай начинать. Будешь там, Мишет? Конечно. Конечно, давай. Как будем играть? Ура! Мы со Станиславом против тебя. Но так же не честно. Все нормально. У тебя будет по два удара. Ставим по 500 бутылок. Воу, полегче. Мы играем на интерес. Ну ладно. Ше, ты первый. Я никогда не играл в эту игру, но тут вроде ничего сложного. Первый удар за вами. Вы уверены? Поднимаете ки над столом. Не очень. От вашего удара стол аждрагивает биток. Сил разбивает пирамидку. Три шара закатываются в лузы. Ты не говорил, что умеешь играть. Хорошо, что мы играем не на деньги. Смотрите, учитесь. Вы пытаетесь выполнить сложные удары за спины. Ну, почти. Вы случайно садитесь на ки, и он ломается пополам. Блин. Пол силы, толкнув биток и обломку ки, а вы умудряетесь положить три шара в лузы. Ну и клоун. Ого, у нас не было и шанса. У нас был бы шанс, если бы я тебя... Ты меня не отвлекал. Как я тебя отвлекал? Показывал мне фотографии девчонок. Спрашивал, с кем бы из них я замутил, пока я готовился к удару. Я думал, это придаст тебе уверенности. Ладно, проехали. Хоть мы играли на интерес. Отлично, если я показал шет, вот возьми, вы получили 500 бутылок. Понятно. Ладно, хватит. Хватит, пошли. Мне надо открыть дверь, которая там далеко находится. В кустах. Так, сюда. У меня есть ключ. Потому что граффити сказали на стене, ворота запятые. Мне уже туда не попасть. Да ладно. Сейчас откроем. А где ключ? Карта мускружка, любовное письмо, костюм скелетона. А, вот. Блин, вверху можно не увидеть, можно уже испугаться. Открывай. Вы отпираете ворота, они открываются с громким скрипом. Посмотрим, что тут у нас есть. Ну, кроме бутылок, конечно. Кроме бутылок у нас тут больше ничего нет. И это печально. Хотелось бы что-нибудь еще, но ничего больше не вижу. Ладно, ладно, ладно. Кстати, это можно проломить, у нас есть сила. И войти. Ой. Как там тут? Что надо сделать? Здесь же держат кос. А это что за кнопки такие? Те, которые у нас в этом нарисованы. Я цвета не помню. Сейчас минуту сбегаю. Я знаю, что синий треугольник. Остальные я не запоминал, но тут рядом. Так, синий треугольник, желтая звезда, красный кракен. Остальное не важно. Так, а зачем вот эти приборы? Это что за символы? Как раз я их видел на вечеринке. Так, давай. Так, синий. Есть. Есть. Тяжелый. О, нет. Вернитесь. Может, они потом сами вернутся. Какая странная охранная система. Для хлеба это не слишком надежная. Загон открыт. Активированная охранная система. Ой, зря я это сказал. А как мне тут выйти? Тут, по-моему... Ё-моё. Тут можно пробежать, в принципе. Ну, или выжить. Ой. Это охрана системы школы кракен. Обнаружено нарушение. Он будет из нас за пределы школы. Лучше бы так больше не попадаться. Ладно, спокойно. Я нихрена, правда, не вижу, но... А сколько раз тут можно попасться? Ну, не знаю. В любом случае... Наверное, лучше так. Да лучше не попадаться, но... А, так они ломаются и больше не восстанавливаются. А, ну и всё. Я все сломаю. Всё, я сделал всё. Есть. А куда побежали козы? Козы? Вип? Да нет, вип, всё спокойно. Наверное, в соседнюю побежали. Ну, давай посмотрим тут. Тут уже никого нет. Тебе никто не пришёл, нет? Нет, сидит одна. В костюме Франкенштейна. А вот и козы. Что за фигня? Мой костюм выплюнь, фу. Хе-хе-хе, движ пошёл. Как тебе теперь вечеринка, Станислав? Стало повеселее, да. Это тебе, Шет. Знак благодарности. Сок Ракена. На поэте у кого-нибудь тебе все секреты выдадут. А ты явно хочешь что-то узнать. По глазам вижу, что ты ему дал. Ничего. Он наклоняется поближе к вам. Только используй с умом. Детский сад. Нам скоро на сцену, Костандин. Надо бы подготовиться. И правда. Так, всё. Осталось мне только выведать правду. Правду мы выведаем. Привет, козочки. Меня больше интересует тайна кое-кого другого. Коза тихонько блеет под музыку. Ну и ладно. Вам весело стало? Скорее, Боже Владимир запел. Сегодня он точно обратит на меня внимание. Что тут за бедлам? Кажется, сюда коза. Фу. Коза тихо блеет. Нравится? Вот бы на всех вечеринках были козы. Всем нравится, короче. Ладно, побежал я. Что-то с фото интересное. Ещё непонятное. Так, мне надо сыворотку правдой дать ей. Зайду со спиной. Так, сок Кракена. Шед, это что? Просто вишневый сок. Он вкусный, но немного концентрированный. Как раз то, что мне нужно. Брокколитян выпивает сок Кракена. И что-то я странно себя чувствую. Так и должно быть. Она икает, Шед. Мы с тобой знакомы так давно, но есть кое-что, о чем я ещё никому не рассказывала. Говорят, чтобы забыть бывшего, надо переключиться на кого-нибудь другого. Ну и вот, кажется, я переключилась. На Жана из драмкружка. Он такой славный и всегда стоит на одной ноге. Только Жан пока не знает, что он мне нравится. Ой, как же мне неловко, если бы я только могла ему признаться. Но вдруг я ему не нравлюсь, и она начинает плакать. Может не поговорить с Жаном вместо неё? Я без проблем, я знаю, где он стоит. Он стоял у нас... Жан? Возле пианино он стоял. Вип-ложи, пошли. Так, бутылки не сдаём, наверное, ждём, пока увеличим этот, да? Аппарат улучшим. Тогда мы получим кучу вообще бутылок дофига. Вот, Жан, да? Мне так спокойно. Покой приходит изнутри, друг мой. Брокколитян. Ты нравишься, Брокколитян? Ого, неожиданно. Надо с ней это обсудить. Обсудили? Привет, Брокколитян. Эй, привет. Так, здорово, что я тебе нравлюсь. Чего? Кто тебе такой сказал? Но твои чувства, увы, не взаимны. В любом случае, я желаю тебе всего наилучшего на твоём духовном пути. Всё. Вот и вся любовь. Я... Постой. Гру. Как мне всё это надоело. Вообще всё. Все мужики козлы. Ого, кто это там так вопит? Симона. А? То есть, чё как? Я хочу вступить в банду беспечной издаки. Ты серьёзно? Брокколитян спевает на пол. Да, блин, мы будем играть или чё? Шет, тащи сюда свою задницу. О, наконец-то мы всех уговорили. Это даже лучше крокодилов. Не сомневаюсь. Козлы на любой вечеринке дают плюс один к антуражу. Ладно, давай. Ты готов? Да. Думаю, да. Смотрите, не подведи наш шет. Ну что, народ. С вами полночный бунт. Сейчас мы исполним наш дебютный сингт. Какой же вкусный хлеб. Чё надо делать? Можно было сохраниться? Ой. Сейчас наиграем. Здесь собралась почти вся школа, а я столько лет не играл. Так, ладно, без паники. Выберу какой-нибудь клёвый бит. Вы случайно выбираете бит. Пердёж. Ну прикольно, пердёж это неплохо, да. Это плохо. По залу разносится ритмичный бит, похожий на пердёж. Публика сходит с ума. Все прыгают и аплодируют вам. Ну, не все так уж так и плохо. Вы замечаете микрофон. Попробую петь вторым вокалом. Ну, уже лучше. Ваши слонируемые голоса на удивление неплохо сочетаются. Теперь его вокал звучит ещё более ангельским. Фанатики кидают на сцену трусики. Надеюсь, женские. Владимир, я здесь. Владимир подмигает фанатке, а она падает в обморок. Без паники. Вы продолжаете играть, слегка приплясывая на месте. Резинка ваших штанов лопается, и они сползают к щиколоткам. Ужас. Да, я не успею. Я успел. Я расслабился. К счастью, сегодня на вас шикарные трусы. Публика восторг. Вас просят снять ещё и рубашку. Чего? Вы краснеете, ничего снимать не стану. Что ж, это уже стриптизом занимаешься? Пусть занимается, лишь бы публике нравилось. Публика в восторге. Вас зовут выступить на бис. Я верил в тебя, Броки. Как же круто мы сыграли. Я буду заново... Как будто заново родилась. Я, наверное, всех уже достал со своим разбитым сердечком, да? Ничего с кем не бывает. Но я рада, что ты больше не будешь плакаться мне о бывшем. Не буду, теперь он точно в прошлом. Я рада, что ты снова с нами. Амулет светится, что мне делать? А, вот он сам и срабатывает. Амулет, когда ты завершаешь логические задания или квест. Мы, кстати, оленя должны с вами встретить были. Или убедить. А, вот он. Вот оленя встретили. О, исчезли эти все. Мы первые три дня спасли, получается, школу. Спасибо тебе, ученик Ракена. Так это был ты? Да, я и знал зло из мускружка. Беда, которая скоро нас настигнет. Это последняя трагедия, случившаяся 10 лет назад. Что произошло? Ты пока не готов узнать ответ. Какое разочарование. Это временная линия близка к своему завершению. Воспользуйся амулетом, чтобы вернуться в прошлый ученик. Ученик Ракена, ты заплутал. Чтобы продолжить свой путь, воспользуйся амулетом. Да я... А, я не могу уйти отсюда. А я хотел посмотреть чего-нибудь. Ну ладно. Все, все, пользуюсь, пользуюсь. Да. Все найденные предметы останутся у вас. Но люди забудут, что вы с ними разговаривали. Ну ладно. Зато у меня костюм останется. Теперь я могу проломить стену, я так понимаю, да? О, меня засосало куда-то. Понедельник утро. Проснись и пой сейчас. А, все возвращается назад. Хватит уже жаловаться. Тебе там понравится, просто надо привыкнуть. Не понимаю, почему ты разрешила моей сестре записаться в самый крутой кружок. Сразу видно, кого ты из нас любишь сильнее. Неправда, я одинаково люблю вас обоих. Погоди. У нас ведь уже был разговор. Ты, наверное, утомился. Может, поспишь немного, пока едем. То есть, начинается все заново. Но я все помню, а с кем я общался, никто ничего не помнит. Правильно? Правильно. Кракен. Поздравляю с успешным завершением первой миссии, мой верный ученик. Что я получил в награду? Радость осознания того, что ты сделал доброе дело. Ладно, что дальше? Следующий дух, которого надо освободить. Руза. Покровительница худкружка. Я заметил, что патца, самая одаренная ученица в кружке, утратила душевное равновесие. Узнает, что ее тревожит и вернее спокойствие. Это собака. Это собаку надо утешить. Хорошо, но как мне попасть в худкружок? Я же в нем не состою. Тебе не обязательно в нем состоять. Пропуск в худкружок можно купить на черном рынке у стикса. Класс, век бы этого типа не видать. Он все торчит возле рынка к югу от школы, так? Именно. Ладно, пойду покупать пропуск в худкружок. Надеюсь, денег хватит. Страсти мопсовы. Да, нам надо собаку все-таки утешить теперь. Так, зато у меня есть скелетон. Мы с вами можем теперь новые дырки пробить. И, наверное, новый какой-то контент появится. Это здорово. Купить пропуск в худкружок. Это мы сможем, наверное, сделать. Смотря он, сколько стоит. Я все еще не нашел решетку для гриля. Я не сделал праздничный торт. Квесты висят. Они не провалены. Просто теперь, наверное, будет больше возможности найти нужные ингредиенты для них. Письмо на стол мы положим потом. Драмкружок, когда туда войдем. Младший уборщик все еще ждет. Этот, как его? Ключ. И письмо от фанатов. Это спорткружок. Да, надо? Нет, это подожди. А спорт... Подождите, подождите. Виллина освободили. Спорткружок. Так кому надо было? Это драмкружок. А этот проваленный, наверное, квест. Подождите, спорткружок был или не был? Что-то такое у меня... Найти марки. А марки он говорил, что можно найти в этом. Спорткружки. А так, а... Теперь в этом нет в квестах указания. По-моему, вот это надо было найти. Ладно, не важно. Ладно, не важно. Вернулись все, смотрите. Мусорки. Теперь можно все заново набивать. Но мы теперь получаем вдвое больше бутылок. Можем для... Смеха сейчас... Кстати, это... Или отсюда не выходить уже. Тут же сохраниться можно только с помощью этого. Аппарата. Аппарата-то нет. Ладно, я думаю, здесь автосохранение, думаю, появилось. Поэтому, друзья, давайте, наверное, здесь остановимся. Сейчас выйдем. А там... А там как навалят на нас квестов разных. И не забывать, что у нас теперь есть новый костюмчик. Вот. Скелетон. Будем его использовать. Все. Спасибо всем, кто смотрел, друзья. С вами был Дмитрий. Канал Шедвер Игровые Миры. До новых серий в Академии Кракена. Пока.